Субъект-объектные отношения 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 А там нужно выделить объект вместе со связью, тогда будет понятно, почему слопнулось на этом объекте. Связь сама по себе, она же как бы не субстанциональна, не может сознание там быть, оно должно на одном из моментов... Сознание схлопывает с объектом и субъекты относятся к чему-то, что можно назвать объектом 2, либо сознание вот здесь, оно и все в сознании происходит. Сознание это как бы некое вместилище, ибо сознание связано с субъектом. Да, все правильно. Объект 2 у нас там, ну вот. У нас как бы был, смотри, вот что такое объект 1, объект 2, вот а есть какой-то сам по себе объект, как вещь себе, да? Вот. Потом на него подействовало сознание, или он как бы попал в этот процесс сознания, и он стал объектом 2. А тут субъект. Есть какой-то сам по себе субъект, тоже как вещь себе, что-то недоступное. А когда он как в шубу оделся в это сознание, вот, в шубу такую... А тебе не кажется, что ты в это объектном отношении поддался соблазну языка? Мы используем субъект просто потому, что у них есть такой интересный, как... Пассаж связанный с молнией. Мы говорим, что молния сверкает, молния сверкает. И тем самым, сначала говорим о молнии, молния некий феномен же, да? Сначала о молнии говорим как о субъекте, а потом сверкает, говорим как о действии этого субъекта. Действие субъекта. Хотя феномен 1. Вот это вот различие между и субъектом, и его действием. Потому что здесь вот как бы сознание можно понять как действие субъекта. Ты говоришь, субъект 2. То есть можно понять сознание, а сознание – свойство субъекта, действие субъекта, способность субъекта. Вот в третьем случае, да, когда в сознании как пространство есть нечто, связанное с субъектом. Просто не поддаемся ли мы вот соблазну вот такого оплакования, что мы просто вынуждены всякий раз подлежащие и сказуемо разделять? И когда мы говорим подлежащие и сказуемо, мы говорим субъекта, и мы хотим как бы постоянно ему приписать некие глаголы, да, некие сказуемые. Как мы описываем? Не очень. Некие предикаты. Не очень понимаю, что здесь. Ну вот смотри, я имею в виду, что вот когда мы говорим об объекте, мы просто берем некий объект, да, и ему присоединяем, это, предикаты. Предикаты. Почему? Потому что объект дан независимо. Независимо, да. И мы можем эти объекты и предикаты присоединять, потому что мы удерживаем объект независимо от предикатов. И вот эта вот связь, это собственно есть то, что мы называем знанием об объекте. А когда нам дано сознание? У нас что, есть независимая, прямо вот данность сознания, это субъект, вот прямо вот такая независимая, а потом мы его взяли, это вот перед собой поставили, иначе... Ну я не уверен, что в первом случае тоже у нас дан независимо объект. Ну как он так дан независимо? Как раз то, что он превращается в объект 2, говорит о том, что вот он нам объект 2 дан в итоге непосредственно, а объект 1 нам не дан. Ну я не знаю, я не очень понимаю, что ты имеешь в виду. И мне тут другая аналогия вспомнилась. Вот, может быть она будет полезна, а может и нет. Вот есть там современная теоретическая физика, и есть там такая процедура перенормировки. Что это такое? Когда, допустим, мы начинаем вычислять там, не знаю, заря, там или что-нибудь еще, какую-то физическую величину, и получаем бесконечности. Вот. И начинаем выяснять, в чем дело. И оказывается, что бесконечности эти появляются следующим образом. Вот у нас, допустим, есть объект, да, или субъект. Это вот как некая частичка, которую мы поместили в, так сказать, ну, допустим, элементарная частица, помещенная в пространство. Но пространство не пустое, говорят нам пространство. Это, на самом деле, квантовый вакуум, который активен. И как только мы помещаем туда какую-то частицу, этот вакуум начинает с ней взаимодействовать, и вот она обрастает какой-то там шубой. Допустим, если у нее был электрический заряд, то он экранируется зарядом возникающих там каких-то электронов из дронных пар и так далее. Вот. То есть, как бы, голая частица, как ее называют, да, она обрастает чем-то. Вот. Обрастает этим взаимодействием с пространством. И, существенно, может изменить, как бы, свои свойства тем самым. Потому что, допустим, в случае вот этой электродинамики, у нее вот эта шуба, допустим, заряд шубы, это бесконечен. И ее заряд бесконечен. И они там, так сказать, вычитаются, получатся конечное число. Но это, я к чему говорю все? К тому, что, мне кажется, ситуация похожа. Вот мы, как бы, помещаем в сознание объект, и он, как бы, обрастает вот этим вот взаимодействием, взаимодействием и меняется. И субъект, наверное, так же можно. Не знаю. Доступный вопрос, как бы, еще раз говорю. Доступ у нас есть единственный. У нас нет никакого доступа к субъекту, кроме через это к сознанию. Мы только через сознание к субъекту восходим. То есть, мы восходим не так, что вот он, мы внутри него, а мы восходим не так, что мы, как бы, извне восходим к нему. И как ты хочешь извне, восходя, различить. И сначала, восходя извне, ты должен субъект от сознания отличить, а потом обратно, как бы, отслопнуть. Не получается ли это, что вот в этой конструкции сознание и субъект просто есть нечто неразличимое? Просто неразличимое. Ну, восходя из сознания к субъекту. Ну, сознание же это пространство, субъект это субъект. Как они могут быть неразличимы? Как неразличимое? Есть действие субъекта. Ну, действие не субъекта, а вот в сознании что такое? Сознание это свидетельство и констатация. Кто свидетельствует и констатирует субъект? Или это просто сознание так устроено, что оно есть, по сути, свидетельство и констатация? Потому что сознание, как пространство, надо бы на самом деле в голову лучше всего, конечно... А тут ты взял это, что сознание это свидетельство и констатация? И больше ничего, да? Нет, это одно из характеристик, в отличие от мышления. Мышление и мысли в мысли, а сознание только констатация. Почему оно констатация? Потому что в отличие от других способностей, там, восприятия, мышления, и так далее, у него своего собственного предмета нет. И специфического, например, у зрения есть, там, образы, там, слуха, звуки. Но мышление это, там, смысл и мысли. У сознания такого специфического субъекта, объекта нет, и поэтому то, как они, с каким способом оно относятся к чему-либо, есть свидетельственные констатации. То есть мышление. То есть мышление. Мышление, ну, смотрите, мышление, допустим. Что значит, что мышление это интенсивность? Это означает, что она направлена на мысли. Направлена на смысл. Это понятно. И оперирует ими. То есть действие. У него есть узкая область, это понятно. У восприятия есть узкая область такая. А сознание, это не такая способность. Ну-ка, она направлена на вещь. Нет. Она направлена на любой. Ну, на сущие. Нет. Вот именно что не так. Вот в этом вся и состоит проблема. Что ни на какой сущие она не направлена. Она направлена на интенсию. Вот есть и, в интенсии, как бы, есть и сущие, да, вот или как это там назвать, объекты. И сама направление. Сознание направлено, сознание укладывает интенсию. Вот, вот что является предметом сознания. И само поле объектности, и действие, то есть мышление. То есть мы в сознании сознаем, что мы мыслим. А как бы мы могли сознавать, что есть действие, если бы все полностью было уперто в объекты? Ну, было. Зачем тогда было рисовать все эти три схемки? И, значит, ясно, что, возможно, только один вариант. Почему один вариант? Ну, исходя из того, что ты сейчас говоришь. Если в сознании направлено на интенсию, и там должен быть и субъект, и объект, вот, значит, ясно, что надо вторую картинку модифицировать, и сознание будет тем лучом света, который направлен вот на этот вот субъект-объектные отношения. Включая в себя и субъекты. Это вполне может быть. Вполне может быть, что какая-то одна схема является правильной. Но философия учит, что, в отличие, мы же не можем это проверить на опыте, да? Философия учит, что надо удерживать все возможности. Фактически все возможности. Ну, ты сначала три возможности перечислил, а потом говоришь, ну, как бы, сознание, это же, оно направлено на интенсию. Ну, ты можешь сказать, поддержку первой возможности. Я говорю, три. Зачем эти ботокорские? Ладно, третья. Первая возможность, фактически, это возможность Канта. Вот это все, что первое, это Канта. И представление о том, что мы переходим от одного объекта к другому, это и есть не что иное, что вот первый объект является вещью в себе, да, вот это наш первый объект. Это вещь в себе. Ну, или какая-то вещь сама по себе. Ну, это лучше, я даже не знаю там, лучше говорить, мир сам по себе, или объект сам по себе, не важно. Вот это вот. А второй объект, это тот, который нам дан феномен. Вот этот феномен, а этот сам по себе. А знаешь, что такое тогда представление три? Вот это. Представление? Это же и есть психоанализ. Это же есть бессознательное. Нет. Это что-то стоит какой-то за спиной как бы субъекта, стоит какой-то другой субъект. Ну, там же та же проблема методологическая. Как они могут утверждать о том, что субъект как бы другой, если он не так? Если к нему мы восходим, вот как ты говоришь, по опоследованию. Давай, 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 по очереди. Представление два – это Гегель. Представление два – это Гегель, потому что вот у Гегеля, возможно, полная рефлексия, состоящая в том, что мы как бы собственные отношения с объектом можем рефлектировать. То есть вы полностью схватываете его, как оно есть в сознании. Ну, это же вот Гегель. Гегельская ситуация. Фактически. А представление три – ну, я вот думал, что Хайдингельская ситуация. Может быть, это… Ну, это вообще как будто есть постклассическая. А мне вот вспоминается… Да, это есть постклассическая. Господи, как его зовут? Постклассическая. Белёшь, что ли? Нет. Ну, суть… Посмотрите, что здесь важно. Которого было Наэза и Наэма. Как его зовут? Чего? Наэза и Наэма. Гусор, что ли? Гусор. Нет. Не знаю. Вообще-то я не знаю просто. Может быть, гусор все-таки здесь? Нет, 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 нет. То, что здесь фактически вот феноменология, да, вот здесь вот? Он вот именно рассматривает… Все-таки феноменология, наверное, вот здесь. То, что Гегель… Да, на самом деле, первый феноменолог-то не гусорник, а Гегель. Гусорник уж так упростит. Это уже просто упрощенная феноменология Гегеля. Но у Гегеля она… А она у Гегеля перегружена, она каким-то своим собственным гегельским построением. Первая феноменология у Гегеля. Феноменология духа, как она есть, это и есть феноменология собственного видения. Как она вообще возможна. Даже по этой тройной схеме можно те же устремления философии обозначить. То есть, если первая схема, в которой объект один превращается в объект два, здесь вообще весь интерес сфокусирован на объекте. То есть, эта философия стремится к знанию. Она стремится к знанию. Вторая… Второй пункт. Здесь, как бы, на равных выступает и знание, и, как бы, и, можно сказать, и бытие. Потому что этот субъект тоже задействован. Он, как бы, внутри находится, внутри этой структуры подвержен каким-то изменениям наряду с объектом. Вот. А в третьем случае на объект вообще всем плевать. Ну, какой был, такой и остался. Вот. Вот. А какие-то притурбации происходят с субъектом. Тут эта история субъекта. Ну, я бы еще просто добавил, что вот здесь сознание понимается как способность. Да? Способность. Вот здесь вот. Сознание – способность. Здесь сознание, вот как раз в каком-то отношении и есть пространство. Да, прежде всего. Но оно как бы пространство в том, что отношение, что оно просто... Илья, вот как бы я даже... А вот здесь вот ты прав. Здесь сознание – это субъект. Сознание и субъект. Ну, я бы сказал так. Где лежит различие, да? То есть вот корень движения есть различие. И в первом случае различие лежит в сфере объекта. То есть вот как бы один объект отличается от другого. Лечь в себе отличается от явления. Вот там лежит различие. Здесь во втором случае различие, оно как бы лежит во всей ситуации. В целом. А в третьем случае различие лежит в субъекте. И, соответственно, история как бы, которая... История этого движения, которая там... Она либо там развивается, либо там, либо и там, и там. Ну, как бы, либо во всём соотнесении. Не, ну просто на самом деле вот в этой позиции нужно абсолютное, абсолютное субъектное. Тоже констатирую. Абсолютно. То есть и не должна быть позиция абсолютного субъекта. Иначе как она возможна? Как возможно удержать вот такую позицию? Если само сознание удерживает такую позицию, то она из этой позиции каждый раз выпадает. Должна быть некая внешняя позиция. У этого, у феномологи-дутка, это позиция мы. Помните, да? Позиция, кто на самом деле. Вот есть феномологи-дутка и движение сознания, да, от чувственной достоверности к абсолютному знанию. И вот кто вот это движение констатирует? Это движение констатирует с некими абсолютной позиции. Или позиции мы, и на многих друг. Да, можно по-другому даже сказать. Ну, то есть можно и по-другому сказать. А вот здесь как раз редукция в чём состоит? Абсолютной позиции здесь нет. Абсолютной позиции вот здесь. Здесь запрещена. Какая в первом пункте? И в первом возможном. Только она здесь не нужна. Потому что само сознание есть своя констатация. То есть она здесь как бы не нужна. Почему? Потому что субъект отделён, и он просто вот непосредственно здесь схватывает именно только то, что может схватить. Он видит как бы вот этот субъект. А здесь непосредственно. Здесь ничего не нужно, здесь абсолютный субъект не нужен. Здесь абсолютный субъект нужен, потому что кто удерживает вот эту констатацию? Кто? Или кто-то должен удерживать? Нужна абсолютная позиция. Можно еще сказать, что... Не, но если абсолютная позиция, просто внешняя позиция, подожди, сейчас просто говорю, если это внешняя позиция, то тогда просто это не философия, а мусор. Именно так. Ну, есть просто представление, раз уж мы говорим про сознание, Сознание – это субъект, то есть, Господи, сознание – это пространство. Что такое это пространство? Вот второй пункт мне представляется таким образом, что есть пространство, в котором возможна соотнесенность. То есть в нем много субъект-объектных пар, в нем много субъект-объектных отношений, как мы себе представляли, пространство векторов. Там очень много направленностей. Там не один субъект, там не один объект, там пространство. Здесь неправильно, не пространство. на самом деле знаний ZNANY. Везде же пространство на самом деле. По разному. Это пространство сквозь, которое мы смотрим. Здесь пространство в которое полностью погружено. Ну, откуда светласть? Оно в знании. Это пространство на знамение. Здесь пространство на пространстве чени. Нет, ну просто во второй пункте еще раз, что такое может быть сознание? Сознание может быть способом бытия. Это способ бытия, соотнесенность. Это определенная характеристика существования всех этих пар. То есть они могут быть не соотнесены, причем направлены здесь соотнесенность, а от субъекта как бы, они могут быть не соотнесены, а могут быть соотнесены. Если есть сознание, они соотнесены. Если есть сознание, всеобщее сознание, то все внутри него как-то друг с другом соотнесено. То есть мы все погружены в некое единое сознание. Почему здесь абсолютность? Потому что это представление подозревает, что есть вот этот абсолютный Дух, что есть единое сознание как пространство, которое делает возможным любой акт соотнесенности. То есть я могу соотнестись с объектом каким-то, в качестве субъекта, потому что я погружен в пространство сознания, которое позволяет таким соотнесенностям произойти. И вот это сознание, оно как бы в этом смысле всеобщее. Оно не мое, не твое, не чье-то. Это некое пространство, в котором вообще возможны такие вектора. Вот что это такое. Ты считаешь, что вот это правильно? Не, я просто расшифровываю, что это может быть. Вот. Не, на самом деле я могу сказать, что правильного здесь нет. Потому что все, я говорю, философия невозможна все это проверить, да? И философии приходится все три возможности удерживать и все три возможности одновременно обсуждать. В общем, мы-то думаем, что сознание нам принадлежит. Вот в чем. Ну да, но она не является способностью. Она вот является способностью. Вот как бы в первом случае это очевидно, что вот-вот сознание принадлежит нам. Вот. А во втором случае, вот я говорю, оно становится ничейным. Мы как бы все погружены в него как пространство. Вот оно является, как вот мы в пространстве существуем, так и в сознании мы существуем, как в некой среде, которое позволяет как бы совершаться, познание. То есть как в духе лучше говорить, да? Ну, в духе, да. Да, именно так. Ну вот. И поэтому этот дух, ну, здесь еще любят говорить о том, что дух мыслит нами. Не мы мыслим дух, а дух мыслит нами. То есть обратная ситуация. То есть фактически просто через нас как бы некий дух как бы мыслит. Да он не через нас мыслит, я не знаю, то есть. Ну, это различие бытия и сущего. Вот сущие, оно существует. Бытие не существует. Оно позволяет сущему существовать. Вот сознание в этом плане как бытие. А что ты так со сущими вообще? Вот я кстати тоже забыл сказать. Я забыл сказать. Мы говорим сейчас об объектах на самом деле. А фактически ведь здесь надо говорить то не просто об объектах. Здесь надо говорить о предметах. То есть объект отличается от предмета тем, что предметом может стать любой. Все что угодно. Мысл может стать. Да это тоже сущим. А ты говоришь о сущим? Нет, это не сущим. Как так? Мысленно сущим. Я о сущим говорю, чтобы понятно было различие бытия и сущего. А именно. Что вот, ну или там не знаю. Вот предметы есть, есть свет. Пусть такая будет аналогия. Есть предметы, есть свет. Свет он сам не существует. Ну как бы с наивной точки зрения. В разрезе этой метафоры. Но он позволяет предмета быть видимым. Вот он их освещает, а они видимы. Вот и мы как бы. В первой ситуации сознание выступает в роли такого источника света. Вот оно светит на объекты. И они видимы. Все прекрасно. Сознание принадлежит субъекту. Он источник света. Во втором случае источник света где-то в стороне от вот этого. Он как бы он освещает все сразу. Он освещает и субъект и объект. И как бы тем самым дает им возможность соотнестись так, как они соотносятся. Он дает им возможность соотнестись. Ну как еще сказать, я не знаю. Сознание это то, что дает возможность возникнуть в этой структуре соотнесений. То есть вот как бы то, что их связывает, не знаю, направляет. То, что дает возможность им встретиться субъекту и объекту. В одном случае, в первом, как бы вот этот свет, там эта возможность исходит от самого же субъекта. Во втором случае, вот это объективный идеализм, да, не знаю, там религиозное мировоззрение. Этот источник света, он не принадлежит субъекту. Он освещает и субъект, и объект. Это как бы некое вмещающее пространство. Пространство в смысле условия возможности. Вот оно дает возможность. Вот когда я говорю, как бытие дает возможность быть, вот он, бытие есть, ты как бы в нем, не знаю, в океане стоишь, там, не знаю, как на земле стоишь, на бытии. Не было бы вот это провалиться. Ну вот. Так и здесь. Нужна такая организация пространства, в которой, возможно, была бы соотнесенность. И эта организация пространства, вот, называется сознание. А третье? А третье? А третье сложно. А третье? А третье сложно. Как-то немного нарисовано, прикольно, что объект еще вне сознания, что ли? Ну, нет, он как бы, он независим, так сказать. То есть, ну, как сказать, с ним никакой истории не происходит. Он какой есть, такой есть. Как бы сознание модифицируется. То есть, такой неподвижный предмет, а сознание, то есть, а субъект, а субъект всячески модифицируется. Такая точка неподвижности. Там точка неподвижности субъекта, а вокруг него все как-то меняется. Вот. Объект один превращается в объект два, вот, и так далее. А здесь, в третьем случае, наоборот. Объект стоит как стол, вот, а вокруг него пляшет этот субъект. То он такой, то сякой. То есть, чтобы возникло новое отношение, субъект должен измениться. Чтобы отношение в целом стало новым, другие, меняется субъект. Может, это наука, наша классическая, не знаю. Ну, сам факт состоит в том, что если третий субъект рассматривать, что сознание субъект здесь неразличимы. То есть, два слова обозначают одно и то же. Почему? Потому что, я говорю, что, когда мы говорим, что субъект, который что-то действует, сознает или что-то, то мы всегда все это. Это просто есть некая словесная все-таки игра, а не на них судил. Потому что, если они находятся в такой ситуации, а сознание, если исходить всегда из сознания, и субъект находится в сознании, то тогда, я говорю, кому приписывать делать свидетельствование? Самому субъекту или сознанию? Кто здесь свидетельствует? Субъект или сознание? Если они вот так объединены. Ну, свидетельствует субъект. Не знаю, мне кажется, субъект всегда свидетельствует. Сознание, если мы говорим, что субъекта... Ну, если у нас еще раз говорю, вот, сразу сюда ты пропадаешь, сразу, вот сюда ты сразу пропадаешь. Опять же, есть субъект, у него есть способность свидетельствовать, вот она сразу, вся ситуация пошла. Почему? Ну, потому что, потому что если есть ингонферентный независимый субъект, то возникает ситуация именно такова. Я говорю, здесь такого субъекта нет, почему? Потому что здесь много субъектов. Нет, потому что к нему надо... Здесь много субъектов. То есть сознание... Здесь даже не то, что много субъектов. Субъекта на самом деле, как мы говорили, он же ведь не дан вот здесь. Он здесь не дан. Ну, я не знаю. Я говорю, если... А он не дан именно потому, что он неразличим от сознания. Нет такого способа, каким мы можем различить субъект и сознание. не понимаю, что так понимаешь под сознанием если ты говоришь, что мы не можем его отличить если мы можем субъект здесь отличить от сознания то мы в сознании можем редуцировать способности попадать в эту ситуацию давай так рассуждать сознание, как мы предположили, это пространство мы вот в этой парадигме работаем сознание это пространство что такое в первом случае сознание это пространство это означает, что сознание это пространство возможных объектов не сэка означает что сознание есть способность которые делают возможным бутылка а как именно так субъекты индиферентно на улице он данный эффекта меняется объект дорогая но я все это множество объектов значит множество объектов есть соседние ткм в атакторе фанатар ваще владелец автоадикто флангстан акцент не обстоит то есть только на разное дело пока пространство даже послушать но сабик отметить мое что создали объектов но с 합니다 множества нет то есть создание на этой акции азоанда способность как на третий случаев множество созданий субъектов если тебе такая так корр уровня укором но и симстра создания за заводом судьбе если множество сознаний субъектов то субъект взят как объект и тогда возвращается опять эту ситуацию почему субъекты свидетельствия не быть самим объектом осознание субъекта это означает опять что субъект не субъекта правительство не закрепить сознание но смотри многие свидетельства это себе что у нас собрали деньги не терпись ты не через множество звезды на дети либо же пока здесь не при чём как мэта как еще какая африк а где пространство пока подожди причем здесь вот следующий год есть это поле откуда идет свидетельство я не знаю никогда не может стать самым объектом а на морковине вышло ну просто представь себе что на один объект смотрят сразу несколько субъектов Вот это и постклассическая ситуация. Вот это множество субъектов. И пространство сознания это как бы множество этих субъектов. Нет? Глупости, говорю. Да может и глупости, но просто ты утрируешь ситуацию. Тебе кажется, что вот я говорю, ты пытаешься понять это очень просто. У тебя вот это вот, что обязательно субъект действует, у тебя вот просто затвержено вот навсегда. Что субъектов нет никакого субъекта, его нет. Может быть. А почему их много? Может его вообще нет? Откуда ты взял? Ты мне говорила много и нет, это почти одно и то же. Тогда нельзя указать. Вот когда мы говорим про интенции, говорили, да, вот есть интенции, мы говорим, что должна быть их причина. Ну и что? А может ее нет? Почему должна быть? Может ее нет? Почему мы действуем? Может ее нет. Ну вот парадигма и того, что причина есть. Ну потому что мы уже нарисовали эсо. Если мы не... Мы разбираем третий случай. Там уже нарисован эсо, понимаешь? Вопрос связан с тем, как связано это эс, сознание. Может быть, эс никакого не надо, а сознание это и есть все. Ну как пространство может быть всем? Я не могу понять. Сознание свидетельствует по факту того, что... Как пространство может свидетельствовать? Объясни мне. Что ты вообще понимаешь под сознанием? Да это не то же, это ты вот... Это еще раз, давайте все-таки вернемся. Ты под сознанием все время понимаешь субъекта. Ты. Ты понимаешь под ним субъекта. Да нет. Логика состоит в том, что ты вот постоянно... Вот смотри, вот есть подлежащее, сказуемое, сказуемое, ну и там объект, на то, что направлено. Да? Ты когда что-то говоришь, всегда ищешь сначала подлежащее, потом сказуемое ищешь, а потом объект. На что это направлено? А почему ты не задаешься вопросом, почему каждый раз должно быть подлежащее, сказуемое объект? Почему? Откуда это взялось? Откуда такая парадигма? А почему нельзя сказать, что сразу подлежащее, сказуемое это одно? Есть объект. Почему так-то нельзя сказать? Мы не различаем здесь, есть неразличимо, что тут является субъектом, а что действует. Субъекты и действия это и есть одно, свидетельствование. Это свидетельствование происходит в пространстве тем способом, что есть различение. Понимаешь, вот в сознании не различено что-то, вот различие. И это различие и есть свидетельство. Само различие и есть свидетельство. Никакого другого свидетельства нет. Не так, как в юриспруденции свидетельство пришел человек и спрашивает, вы видели? Да, я видел. Не так. Не через слова. А первое свидетельство, это просто ты видишь различное, и это свидетельство. Ты можешь констатировать, говорить словами, а можешь просто вот так вот смотришь, розетка, и все, и тебе уже ничего не надо. телек это как убит очевидно как это отчетную футболу и так относится потому что мы обсуждаем в том смысле что нету вот он пространство есть сознание это создание со знанием чем прав право висовую пространство остается и то что в нем впечатляемой пространства пленков с что у него у них даны различия что образование в нем но подробнее что в нем данные различия между разными субъектами подожди послушай только так можно Подожди, забудь пока, ты не торопись. Я понимаю, что хочется быстрее пробежать, забудь, закрыть и это все. Нет, хочется про что-то внятное сказать. Что, внятное сказать? Я и пытаюсь сказать что-то внятное. Вот, допустим, есть электрон. Да? Но. Электроны все различимы? Нет. Не различимы. Как они различаются? Они даны в разных точках пространства и времени. Правильно? Ну, они даже так не различимы. Именно потому, что они как бы расплывчатые в пространстве, только в этом момент они не различимы. Ну ладно, хорошо. Если не физику, вот. Ну, хорошо. Любую точку, я поставлю точку. Все точки как различимы? Хорошо. Цеплянцы будем теперь сказать, что как они физики? Только пространственные. Или атомы у Демокрита, они различимы, только пространственные. Ну. Так точно так же вот эта вот различимость и есть сознание. Сознание есть пространство в том смысле, что в нем возможно различение одинаковое. Ну, не объекты уже. И не различение же объекта. Черт, говорю, объект вступает в сознание как вот эта вот различенность. Объект вон у тебя, различие объекта, вот там дальше вон. Да я все понимаю. Ну, подожди ты до объекта дойдем. Ну, когда ты... Да ты говоришь про различия, и они у тебя выступают как различие объекта. А я говорю, что должно быть различие субъектов. Различие субъектов. Объясню. Непонятно, что одно, непонятно, что другое, но понятно различия. Ничего не понятно. Ну, люди же вводят... Ну, давай слова различим. Люди же вводят различия. 33 буквы, или сколько там букв. Если будет все это... Хорошо. Субъект письма, субъект речи. Тебе понятно? Непонятно еще. Я же тебе еще раз... Пока мы забыли все эти вещи, пока все это забыли, я же тебе объясняю. Вот забыли из-за того, что язык так детерминирует нас говорить. Это детерминация языка, подлежащая сказуемой. Ты что так боишься до языка? Да я разве боюсь? А мы тогда ничего не выясним. Ты хочешь по кругу ходить? Ну, давай ходить по кругу. Все философы начинают, а все будет по кругу. Это же простая мысль о том, что субъектов много. Простая мысль? А больше вообще субъектов нет. Это тоже простая мысль. Ну, а что когда говоришь? Почему этот-то вариант? Давай рассмотрим вариант, когда вообще субъектов нет. Но почему этот-то тоже нужно откидывать? Причем сразу нужно откидывать вариант, когда субъектов много. Потому что ты придумал не Булат. Да при чем здесь это-то? Я вообще... Это при чем здесь? Много субъектов или нет? Я же не об этом говорил. А как ты хорошо? Пускай... Потому что это много субъектов, это есть пространство. Не, больше всего, блядя. Хорошо, вот различи мне, хорошо, различи мне много субъектов. Как? Они различаются в этом пространстве. Как? Как? А вот так? Ну, как расскажи. Есть различия, есть ощущения, понимаешь? Я не знаю, как это объяснить. Они не могут различаться так же, как объекты. Но как-то они различаются. Множественность воль, множественность направлений, множественность точек зрения, которые борются внутри этого пространства сознания. Вот это и есть различие субъектов. Множественность субъектов. И пространство, соответственно, возникает. Пространство этих субъектов. Вот много субъектов, целая толпа направлена на один объект. на один вот это мне кажется 3 хорошо очень прикольно сейчас напишу и ты субъект направляется да вот так что почему ты там обменяешь не и ты субъект их там много вот они как раз какая разница субъект направлен и опять возникает ситуация нет не каждый в том то дело что они направлены все вместе ни один из них не может быть направлены опускай их сколько опять кантовская ситуация возобновляется вопрос субъекта нет вообще как бы сам он не задействован но еще и у меня вשהли принципиальные что в таких действиях отхожусь он был может быть полета длина воронuren человек зупо всей петки такую ситуацию. Вот представь себе, проезжает машина, и ты воспринимаешь объект машины, но при этом ты ее слышишь, ты ее видишь, ты чувствуешь запах выхлопных газов и так далее. Ты ее воспринимаешь с разных точек. Все направлено на один объект, машина одна, но ты ее воспринимаешь вот так, вот так, вот так. Фактически разные субъекты. Субъект слуха, субъект запаха, субъект зрения, все они направлены на один объект. И вот дальше интересная ситуация возникает, когда они взаимодействуют, что как бы, как все эти восприятия сложатся. Фактически восприятие одно, вот в чем суть. Это немного разных восприятий, которые потом как-то восприятие одно, но как-то они взаимодействуют, эти субъекты между собой. Вот это взаимодействие происходит в пространстве сознания. Нет, так можно рассуждать, просто эта ситуация первая просто. Но чем она, нет, она отличается не один, а их много. Ну, какая же здесь? Ну, вот смотри, первый субъект. Потому что здесь нет проблем с доступностью вещей, недоступностью вещи, но я не до вещи пока еще дойдем. Ты что-то торопишься куда-то там? Вот в первой ситуации была, вот в первой ситуации. Ну, вот в первой ситуации субъекта, субъект в первой ситуации, он тоже, на самом деле, был расщеплен на многообразные способности. Тебе уже не одна способность, а 10, и ты предлагаешь теперь расщепить первый субъект, расщепить по его способностям, вот так вот просто, его расщепить. И по каждому году не один, там три дела. И по каждой способности выписать своего субъекта. Ну, и что? Нет, это способности. Нет, как только ты написал большое С, большое С, да, ты свел это к Канту. Как только ты сказал, что существует какой-то объемный субъект. Я тебе еще раз говорю, его нету, и вот большого субъекта нет. Убрал его. Его нету. Вот как только ты убрал его, ситуация стала... Фишка-то в чем состоит? Ситуация не стала интересной. Ситуация просто стала такой же Кантовский, просто... Не стала наказать. Просто субъект разбился на... расщепился на свои способности. И что? Во-первых, непонятно, что такое способности. Как будто так вот понятно, что такое способности. Я не понимаю. Я не говорю про способности. Я говорю про то, что много есть субъектов. Есть ты смотришь на машину, а есть я смотрю на машину. Вот мы вдвоем смотрим на машину. И пространство сознания — это пространство нас с тобой. Тебя, меня, Соль. Это тогда вторая ситуация будет? Нет. Вторая ситуация, когда все три акта помещены в одно пространство, в них отличается не только ты, я и Соня, но и машина. У тебя одна машина, у меня вторая, у нее третья. А представь себе, что машина одна. Первая, во второй ситуации машина одна. Хорошо, ну к чему говоришь? Там может быть все, что угодно. Ну тогда ты не понял, в чем стоит. Там Гегель. Там Гегеля, у Гегеля. В зависимости от знания, каждое свое знание формирует свой объект. Но только не в том смысле, что каждый различный единичный субъект, у него свой объект. Не в том смысле. А в смысле, это в смысле фундаментального. То там в смысле, как бы, необходимости всеобщести. И всеобщести, а не в смысле того, что каждый отдельный субъект единичный, он формирует свой объект. Ну вот у тебя какое-то свое знание машин, и ты видишь одну машину. У Гегеля никакой субъекта, единичный субъекта редуцируется сразу. Его нет просто. И у него нет субъекта. Субъекта не много, он всегда один у Гегеля. У Гегеля субъект один. В принципе один, он всеобщий. Ну значит, это и не Гегель. Это Гегель, просто это всеобщий субъект. То, что ты говоришь, это Гегель. Ну вот эта ситуация, которую я описываю, это не Гегель. Ладно, расскажи, что ты хотел рассказать. Все, ладно. Расскажи. Дело не в этом просто. Дело не в этом. Просто то, что ты предлагаешь, я так подозреваю. В чем здесь проблема состоит? Проблема здесь состоит в том, что ты поддаешься языку, что у тебя всегда язык расщепляет на подлежащие сказуемые, на субъекты, на действие субъекта. У тебя всегда вот здесь расщепление идет. Нет, ну ты же сам все это нарисовал, исходя из структуры языка. Вся схема этой структуры языка происходит. Субъект, объект, и их взаимостей. Схема может пресекать и структуру языка, но в силу того, что она все возможности использует язык и тем самым редуцирует. А ты пытаешься как бы редуцировать, вернуть его обратно к языку. Почему? Ну почему вот здесь? Понимаешь, вот третьей возможности ее просто нет? Или что? Ты скажи мне, вот третья возможность в чем она состоит? Ее получается по твоей... но это проходит по тому, что субъект и сознание academically не различимы, и поэтому возможно, чтоб... либо надо говорить всегда субъект и сознание опускать как не нужно, либо всегда надо говорить сознание и субъект опускать как не нужно. Нет субъекта метафизического. Психологический субъект есть, юридический субъект есть, единичный как ты и я, такие субъекты все есть. А метафизического субъекта, то, как понимается, субъект в отношении к объекту, такого субъекта просто нет. Нет такого никакого субъекта. Мы всегда привыкли в метафизическом смысле выписывать, есть субъект, объект, и это различие для нас якобы очевидно. Нет такого просто различия. В принципе, различия нет. Почему я и говорю, что это хайдинг? Что само различие является иллюзией. Что есть просто сознание и объект, и все. И в сознании, просто в силу того, что оно свидетельствует, вот это вот различие сознания объекта состоит в том, что внутри сознания есть различие. Вот и все. И поскольку субъект это не все сознание, есть сознание, а в нем часть сознания есть субъект. То есть объект. Вот это вот различие сознания как пространства и часть сознания, которое представляет собой сознание предмета, есть различие того, что мы привыкли называть субъектом различным. То есть субъекта метафизического нет вообще. вот то что то же Queen говорила о том что Субъект уже Ну давай вот и все это выпишем по другому Тут вот возник в итоге у нас Далее, понимаешь что ты хочешь сказать, ты хочешь Скажи что да Это у нас третий случай, это действия действуют Вот действия действуют Давай как ты третий случай мы еще один Вот так Вот это сознание Я вот два варианта Первый варианта Давай просто в каждый вариант И Субъект субъект есть вот такой такой ну там не сумма субъекта такого нет вообще субъекта редуцируется это называется вот множество да где и там от единицы ну теоретически дару понятно до какого-то второй случай что субъект равно сознанием то есть они не различим это означает что никакого субъекта교 호б сознание есть почему сознание есть потому что знание это первично феал tempi начинала чего начинается тинаминологии маркевка стал что вот есть сознание поля феноменологии поле феноменологии я понял кстати почему то итак ты так неслишь и сильно мы с подсознанием под вот этой связкой поднимаешь действия да то есть расскажу ими согласовываем я как раз избегаясь казоему Нет, здесь как раз, нет, вот я-то понимаю так, что здесь сказуемое становится подлежать. Что это значит? Что сознание равно субъекту. Это значит, что действие действует. Вот, допустим, кто действует? Вот мы говорим, кто действует? Нет такого кто. Нет, есть действие и все. Но это то же самое. Нет, но действие действует, это опять молния сверкает, это масло-масло. Нет, но это масло-то масляное, но тем не менее, это другое, то есть, по крайней мере, сознание и действие, это я отождествляю, что сознание это некое действие, сознание у тебя получается. То есть у тебя, если забыть про все эти три ситуации, а взять как бы... По сознанию я понимаю предситуацию. Да, по сознанию, да, или сознание, 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 сознание. Это свидетельствует. Да, на это уже. Понятно, да, но свидетельствует о сознании и так далее, это действие какое-то? Нет. Как? Ну, это сказуемое. Понимаешь, вот, на самом деле я просто затрудняюсь тебе сказать, это действие или нет. Потому что вот при мышлении это действие, а сознание это действие. Я не вижу никакого напряжения, что у меня есть сознание. Просто глаза открыты и все. Какое действие? Действие чего? Нет, я согласен с тобой, что надо как-то говорить. Просто, нет, вот, интересно, я же тоже не из проста, я не то чтобы там тебя склоняю к этому, или хочу уличить. Да, я вот что хочу сказать. Ну, выясняй вопрос. Вот у нас, допустим, если язык брать, да, то есть вот послушаем, что он говорит язык, который как бы на своде заблуждения. Он говорит, что вот есть подлежащее, есть сказуемое, есть там, кто там есть еще? Объект, да? Вот, или как он называется? Ну, в общем, на что направлено действие? Объект. Вот субъект сознает объект, допустим. Прекрасно. Вот. Но, сказуемое не всегда у нас выступает в роли какого-то действия. Есть же сказуемое есть, допустим, тоже там, бытие, да, есть. Что-то там есть, то-то. То-есть, вот эта связка, да, связка, связка, она не обязательно есть действие. Это может быть связка существования. Вот это есть. Вот тут просто в языке бывают такие фразы, что-то есть, что-то. Понимаешь, вот, я с тебя понимаю, почему у тебя такой постоянный собак? Почему ты пристал к этому языку? Язык это в каком-то смысле все равно, как ни крути, это только средство. То, что ты сможешь на нем выразить, то и можешь. Ну, можно выразить. Можно выразить одно, можно выразить другое. Но сам по себе язык тебе истину не даст. Ты должен все равно обратиться к реальности и все-таки... Но он не даст. Язык может только зафиксировать положение вещей. Я утверждаю, на самом деле, что язык склоняет нас к тому, чтобы говорить с одной стороны про субъект, с другой стороны про объект и про отношения между ними, про какое-нибудь действие, которое ты сейчас пытаешься... Я просто... Не, я сейчас пытаюсь выжать все возможное из вот этих трех ситуаций. Да, кстати, мы здесь не говорили, что мы здесь вот так. Здесь потому что непосредственно, непосредственно, и мы говорим о том, что сознание спроектировано. Сознание спроектировано. То есть, из-за того, что оно непосредственно различить... Нельзя говорить, что... Я просто вот как хочу переформулировать. Вот ты любишь там приписывать к каждому случаю дополнительно какие-то слова, да? Ну, как ключевые слова. Вот смотри, такой вариант. Вот у нас есть три ситуации. Ну, ты достали не стер, но вот была первая, вторая и третья. Так. Представь себе, что вот этот квадрат, который мы объединяем, да, очерчиваем, он означает, ну, скажем так, проблематичность существования или вопрос о бытии. Вот если мы очертили объект, почему это кантовская ситуация? Потому что там стоит вопрос о бытии объекта. Это явление или это вещь, как она есть? Вот есть как бы вещь сама по себе, которая оказывается вещью в себе, а есть как бы явление, которое на самом деле не сама вещь, а только явление. Вот. Там же и вопросы феноменологии. То есть как бы феноменология как раз это опускается, да? То есть действительно ли существует интенциональный объект, или как бы он существует только как интенциональный объект. Короче, все вопросы статуса бытия или способа бытия лежат на стороне объекта. Если мы возьмем третью ситуацию, там... В чем у нас состоит? В том, что в способе бытия объекта никаких сомнений, никаких вопросов нет. А есть вопросы по поводу способа бытия и вообще бытия субъекта. Может быть то, что ты говоришь, что субъекта нет. Это и есть как бы разговор на эту тему, да? То есть там под вопросом стоит субъект и его существование. Вот в первом случае стоял под вопросом объект, потому что мы как бы на самом деле... Предмет, да? Мы видим явление, а есть ли там за явлением эта вещь себе или нет? Действительно ли то, что мы видим, или это иллюзия? Вот такие вопросы стоят в первом случае. В третьем случае стоят вопросы действительности субъекта. Действительно ли кто-то действует? Тот ли действует, кого мы ждем? То есть кто как мы считаем действует и так далее. Вот вся проблематичность там. В третьем случае проблематичность как бы вот она, проблематичность всей ситуации. Смотри, мы поняли, что ты говоришь раньше, что субъект актов у нас был. Да. Я так понял, почему тут возникла такая штука. Смотри, у нас был субъект актов, и мы говорили о том, что в интенции, да? Есть как бы объект есть, сама интенция дана, потому что дана вот это. Да. Объект дан, а субъект не дан. Вот он как бы вот такой непонятно где. И мы его премысливаем только, да? Мы премысливаем, что он есть как причина или следствие. Причина или источник. Понимаешь? Поскольку вот я когда говорю, что субъекта нет, я не имею это. Понимаешь, тут двойная, как бы получается, двойная смысл. Либо его нет вообще в том смысле, что нет метафизического субъекта, а есть только психологический субъект, который мы вот в течение жизни мы его как-то привыкли как бы ассоциируясь с собой, и все. Либо субъект, если есть, смотри, если есть, то он просто не дан. И вот то, что ты говоришь, вот эти вот все субъекты, они как, они даны-то? Они же ведь даны только как причины и источники. Не, ну это означает, что вот в этой третьей ситуации, так или иначе, в твоем ли понимании, или в моем, вот вопрос, вопрос стоит, под вопросом стоит субъект. Вот так можно сказать. То есть вопрос бытия субъекта решается. Ну это правильно. Субъект, как бы, становится шатким. Мне такое впечатление, что если мы произнесем слова, то есть у нас в бытии субъекта, что изменится ли сам смысл того, что мы пытаемся понять. Нет, ну вопрос, а что в первом-то случае, что спрашивается, да, вот первый, допустим, вариант, кантовский. В чем там вопрос-то состоит? Способности познания нашего. А вопрос состоит о том, есть ли посредник между вот такими субъектами и отношениями? Нет, это уже решение и промежуточный вопрос. Посредник есть или нет? Это уже промежуточный вопрос. Потому что почему важно знать, почему как бы важно знать, есть посредник или нет? Почему важно знать? Потому что можно предположить. Нет, 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 не поэтому. Потому что если посредник есть, то тогда может быть он что-то искажает. Да. Потому что если посредник есть, тогда может быть... Так как бы не говорить. Все наше знание недействительное. Так ты говоришь, что пространство есть посредник, и оно искажает. Именно с словами, если посредник есть, то это значит, что все эти явления, да, Это не вещи, как они есть. У них другой, извините, способ бытия, у них другой. Это явление. Мы обсуждали тут явление, феномен явления и след. Вот как бы это способ бытия, на что мы направлены в своих актах. Если мы направлены на явление, все проблематично. И проблематичен объект. Там как бы субъект не ставится под вопрос. Вот он как-то есть там и есть. Вообще как бы не вопрошается в этом дошли. Важно, что там с этим объектом. Потому что, опять же, хочется знания, хочется науку. В третьей ситуации уже не хочется знания и не хочется науку. Плевать на ней. Но хочется разобраться с субъектом. Есть ли он? Ну, не знаю. Ладно. А третий вариант, он интересен тем, что как бы здесь, ну, все соотнесение поставлено под вопрос. Вот как бы вся структура. Видишь, фактически философские сейчас упираются в то, что мы находимся в такой сфере, которую невозможно испытывать опытным путем, который можно испытывать какими-то вот такими построениями внешними. А потом уже как-то думать, так это или нет. Фактически что мы делаем? Мы выстраиваем все возможные ситуации, какие возможные. Вот есть субъект, агрессивное различие, да? Максимальное. То есть максимально, ну, как бы максимально обобщенное. И мы из этого обобщения пытаемся все возможности, какие только существуют, рассматривать. И на основании такого рассмотрения пытаемся вывести там что-нибудь, что получится. Потому что здесь не и трудно что-то усматривать. Как вот усмотреть? Как вот в каждом случае, как вопрос решать? Просто вот когда мы дошли до того, что субъекты не даны, вот субъекты актов. Вот эти вот субъекты, которые у тебя даны, это же субъекты актов. Вот эти вот субъекты актов. Как они даны? Они никак не даны только, кроме как причины и источники. Естественно, понятное дело, что если есть интенсивность, это должно быть у него причина. Нет, просто как только мы дошли до того, что субъекты не даны, мы как раз вот в эту третью ситуацию и попали. Все, нам даже уже не важно, что там субъектами, понимаешь? Для нас такой проблемой стало то, что субъекта нет, что он не дан, что к нему нет непосредственно. Что мы уже забыли про все остальное. А ведь ситуация, когда у нас же два субъекта, вот есть субъект актов, а он не дан. Ну, их много, допустим, этих субъектов актов. А у нас же есть другой субъект. Субъекты проживания. А у нас с ним как быть? Не знаю вообще. Первый субъект, второй проживания. Я теперь как бы долго думал над этим и понял на самом деле, что субъект проживания, как он там. Это и есть, у Гусера есть такое понятие, внутреннее сознание времени. Внутреннее сознание времени. И в этом внутреннем сознании времени, как он понимается? Он так и понимается, что в констатации сознания, сознание констатирует что-то, есть некое проживание. То есть некое вот движение. И если теперь вот это расписать более подробно, что такое в констатации внимания, в констатации сознания есть движение, то я теперь рисую это вот так вот. И вот представьте тебе вот такая скала. Вот это сознание. Я на одной своей структуре опираюсь на сознание, а другой структуре опирается на нечто, на проживание. Ну, может быть, здесь про тело, но пока я просто не делаю такие вообще проживания. Смотрите, сознание во времени стоит. Почему стоит во времени? Потому что от него время отчитывается. Стоит. От него время отчитывается, но есть та точка, как вот… Что такое внутреннее проживание времени? Это означает, что у нас внутри есть некое собственное субъективное время, которое мы проживаем. Оно возможно. Если есть точка отчета, сознание стоит. Благодаря тому, что сознание стало чем-то стоящим, все остальное... А что значит там вообще сознание? Почему сознание противопоставлено для различного с проживанием? То, что сознание свидетельствует. А свидетельствует не проживание... Когда есть проживание, в проживании есть свидетельство. Кто свидетельствует проживание? Опыт же состоит в том, что внутреннее проживание, внутреннее сознание... сознание я не понимаю что подсознание как можно сознание нарисовать как скалу сознание во времени стоит почему оно стоит во времени потому что это является системой отчет времени чтобы было движение должна быть система отчетов чего-то Для того, чтобы что-то двигалось, надо, чтобы что-то стояло, а другое двигалось. Но как иначе внутри нас есть движение. Что такое время, которое мы проживаем? Это некоторое внутреннее движение. Почему именно сознание является такой системой отчета? Это предположение. А как вы хотите работать? А что еще? Я не знаю, но предложи что-нибудь другое в качестве другого. Потому что сознание стоит во времени, это означает, что оно пространство, а не время. Сознание пространство, что это означает, что сознание пространство, оно и не является временем. Время является внутреннее проживание. Внутреннее проживание – это время, сознание – это пространство. Внутри мы проживаем, каким образом время проживаем? Сознание стоит относительно… Сознание как бы уперто в пространстве или является пространством, как это связано с пространством. Она в пространстве, в этом стоит. И все остальное относительно этого пространства движется или внутри этого пространства движется. И поэтому есть некое внутреннее проживание, оно есть не относительно, а относительное сознание осуществляется только потому, что сознание стоит. Понимаете, это надо как метафору, как скала стоит, а тут пролетает всякое, камешки пролетают. Вот это вот есть проживание. Я как бы с одной стороны является проживанием, а с другой стороны и находится на сознании. Вот оно как бы вот мост такой, вот оно вот этот мост и есть. И благодаря тому, что оно удерживается за сознанием, оно не теряется в проживании, проживание течет. Если бы я полностью погрузился, было бы захвачено проживанием, оно потеряло бы сознание. И такое случается, когда очень сильное переживание, какое-нибудь стрессовое. Сознание мы теряем, полностью уходим в проживание. И оказывается без сознания. И наоборот, когда это проживание просто нормальной степени, мы просто сознаем, что у нас есть бурные проживания внутри. Всего что угодно, любые проживания. Что такое проживание? Проживание, они угоражаются в переживаниях, окрашиваются эмоциями. Какие-то разнообразные переживания. И я, на самом деле, с одной стороны, есть с сознанием, а с другой стороны, есть. Вот это вот я, который субъект проживания, он есть такой странный. Поэтому я об этом думал, я понял, что его просто нет. Есть просто само различие между сознанием и проживанием. И мы как бы себя ассоциируем, вот это вот само различие мы чувствуем. И с этим различие себя ассоциируем. Оно всегда есть как контраст. Как некий есть контраст постоянно. Сознание стоит, нечто внутри нас движется. И это вот все, вот этот весь контраст мы воспринимаем как я. Как чувствуем себя. То, что мы называем внутреннее сознание времени, внутреннее проживание бытия, и внутреннее проживание себя. Вот это и есть этот контраст, который постоянно есть, и у того, что в сознании есть пространство, и мы находимся как бы в сознании частично, а частично как бы находимся в теле. Вот это и есть различие. И это же различие порождает понятие внутреннее и внешнее. Самое-то интересное, что все это происходит внутри, как бы. И тем самым получается, что есть некое внешнее, есть некоторое внутреннее. Внутреннее есть почему? Потому что есть такая структура сложная. И зачем это нужно? Если брать даже такой аспект не философский, как она, то философский, то биологический, почему это нужно? Мы приспособились с этим способом, чтобы одновременно быть в пространстве, и ориентироваться в пространство, и чтобы отчитывать время. Нам важно отчитывать время, поэтому такая структура появилась. Структура отчитывания времени. Хорошо, а почему, допустим, стоять должно сознание, а не, допустим, те же самые предметы. Правильно, у нас сознание есть пространство. Ты правильно говоришь. Предметы и стоят, это пространство. Стоит пространство на самом деле. Ну, это же пространство предметов. Не, ну. Ну, правильно, ну как? Ну, что значит, вот мы смотрим на пространство. В каком смысле оно стоит? Его даже не видно. Стоят предметы в пространстве. Правильно? Все, ты правильно говоришь. Что-то немножко движется. Но в некотором смысле, вот это вот то, что мы связываем с пространством, это нечто, что как бы стоит во времени. Оно что движется, что ли? Не движется никуда. Вот мы сейчас сидим здесь, почти ничего не меняется. Ну так, чуть-чуть меняется, конечно. Но в каком-то таком глобальном смысле пространство стоит на месте. Оно никуда не движется. А движется вот... А мы время-то движется, мы же его проживаем. Я вот делал доклад по сознанию. Докладывал два часа. Когда я кончил, мне показалось, что прошло 15 минут. 15 минут прошло. Не потому, что я как будто супер как-то увлечен был. Но я не знаю. Как это объяснить? Это может только объяснить тем, что я был постоянно в сознании. А не в проживании. Нет, нет, нет. Еще раз тебе объясняю. Вот это различие... Суть того, что если полностью уйти в сознание, то времени просто не будет вообще. Полностью уйти в пространство. Вот если полностью стать пространственным, можно полностью стать временным. Вот есть две возможности. Если я таково, то интенсивность я может в одну сторону и в другую двигаться. Если оно полностью уходит во время, то оно исчезает. Чем больше сюда оно движется, тем больше оно исчезает. Почему? Потому что это некий поток, поток нас захватывает, и мы в потоке просто уходим в никуда. Вот это вот небытие. Это одна сейчас составляющая. Ну это как бы, я не знаю, просто сознания здесь нет, или оно какое-то здесь, как это называется, сумеречное всякое сознание. Вот когда мы, чем больше мы уходим сюда в поток, тем больше сознание тускнее. И наоборот, мы можем сюда двигаться, время исчезает, начинаем. Для нас все меньше времени, меньше времени. Когда я полностью в ясном и четком сознании, времени вообще почти нет. Мы вообще не видим, времени почти нет вообще. Вот я говорю, я считаю, я докладываю два часа, представляете, два часа что ли такое. А чувствую времени, как будто прошло 15-20 минут. У меня просто вот личное ощущение такое было. Я когда увидел, я понять не мог долго, я сидел и никак понять, я понять этого не мог. Такого быть-то не могло, и я же был, а меня вроде бы не было. Прошло два часа, выписать, что такое два часа. Да, хорошо ты читаешь доклады. Дело не в этом. Он читает доклады или отсутствует? Нет, я вам просто рассказываю опыт, что если быть в сознании... Ты уж постыдил собой перед камерой, Лёв, признаваться в таком. Еще раз, я думаю, что ты тут аветар. Нет, ну давайте как бы, вопрос посерьезнее. Суть вопрос, в чем состоит? Вот, если мы так понимаем сознание, то никакого субъекта проживания нет. Субъект проживания, вот это я, это есть просто контраст. Внутренний контраст между тем, что в сознании стоит, и движется поток переживаний, постоянно. Если переживание не окрашено эмоционально, то это просто проживание. Оно постоянно движется у нас. Это может связать, я не знаю, это как угодно может связать, что это такое движется. Просто, если мы что-то фиксируем на этом, все остальное просто от него... Либо стоит относительно, либо движется. Ну, просто как бы выбор чего-то от того, что стоит. А мы себя связываем с сознанием, потому что мы как бы постоянно в сознании. В сознании есть пространство. И оно значит вне времени. Если сознание пространство, значит оно вне времени. Вне времени имеется снутри. Снаружи, конечно, мы сейчас от наивной точки зрения не рассматриваем. Снаружи любое сознание, конечно, там в потоке астрономического времени находится, там никакой проблем нет. Снутри. Вот как бы снутри каждый из нас в своем сознании, он находится вне времени. И поэтому, на самом деле, этот субъект проживания исчезает, остается субъект тактов, который ты говоришь. Который мы на этом множестве. Теперь мы разбираемся с ним. Но он не дан. Помнишь, мы говорили, что мы его премыслили только потому, что много разных интенций. Вот в этой интенции есть, допустим, там тысяча штук разных интенций. И мы каждой интенции можем приписать свою причину. Но ведь это все гипотезы. Он-то не дан, мы же не можем никак его удостоверить. Получается, что вообще субъекта нет возможности. Что субъект это некая вещь, которую мы только из языка, из психологических некоторых, из своей психологической жизни и своей социальной жизни, связанной с юриспруденцией и прочим. Где есть субъекта, субъект юридистики, субъект как-то изменения. Мы только используем субъект, есть в языке. А метафизического субъекта, как некой данности, как некое, что противостоит объект. Но такого нет. Или можно говорить так, что лучше говорить так, что вот есть сознание, и само сознание одновременно и вмещает в себя объекты, и само является субъектом. А мне кажется, субъект не всегда. Не, ну любопытно, все вращается. Есть же это доказательство бытия Божьего, что если взять сущие, которое будет больше всех остальных, то есть если взять мир в целом, он же будет субъектом. Вот, допустим, кто-то действует в мире, да, непонятно, он действует, или кто-то другой его подталкивает к этому. Вот, допустим, может быть, тебя наускали, чтобы ты так поступил, а субъект не ты. А того, может быть, кто-то еще наускал, да. И вообще, может быть, есть заговор масонов. Но, если взять мир в целом, в котором мы масоны, и там, солнечные системы, и прочее, прочее, уж это будет же причина себя, это будет субъектом. Субъект, я же говорил, в психологическом смысле, или с внешней позиции, субъект есть. Внешнем, при этом причина, субъект есть причина. Субъект всегда, есть нечто агрегарное, есть и нечто агрегарное. Вот мы объединяем, как бы, множество, типа, в нашем теле многообразная жизнь. Мы агрегарное с внешним образом объединяем его и субъектом. А есть мир, то есть, он является причиной самого себя? Ну, я не знаю, это просто не тот вопрос. И вот, как бы, либо мы это, как бы, пытаемся рассуждать, или почему это ерунство-то, да? Нет, почему я серьезно говорю. Ну, вот, серьезно, если давайте просто, теперь, придем к пониманию того, что такое воля. Вот, если вот так вот понимать, как я говорю, пока это все гипотеза, естественно. Кто стоит, что стоит, почему это так? Все это никаким опытом невозможно установить, правильно? Это все просто... Вообще, это на самом деле, если думать, мы пока живем в поле, как бы, я вот, это определение. Фактически, вот, у нас есть слова. Субъект, сознание, там, мышление, разные способности. Мы пытаемся понять, номинологически за этими словами что-то стоит или не стоит. Фактически вопрос именно так стоит. Фактически все именно так. У нас, у нас даже других возможностей нет, кроме как брать различий, которые уже имеются в языке, и просто их исследовать. Сейчас, по-моему. Алло, да, Дмитрий. Да. А, Нитченко. Нитченко. Да, Нитченко, Андрей. Ага. Ну, давай. А, спасибо, хорошо, передам. Угу. Угу. Пока. Дмитрий Артис просил тебе передать, что у тебя чудесные стихи. У кого? У тебя. У меня? У меня? Это у меня спросил передать? Вот, да, только что просил передать. Ладно, ладно, продолжай, потом это обсудим. Ну вот, Воля. Они мне просто вы спрашивали, как накидывать стихи и так далее. Ну вот, как вот раньше я предлагал понимать. Вот, есть генерация, да, субъект актов генерирует. Субъект актов, он генерирует акты. И субъект проживания или сознания. Ну тогда, как бы, не очень было понятно, как их различать. Оно на самом деле одни акты подавляет, да, а другие акты усиливает. Усиливает. То есть, иначе говоря, оно как бы дает веса. Вес дает. Ну вот, вот так вот, есть же там такое понятие вес, да. Тому это дает вес маленький, да. И когда вот есть результирующий вклад, вот есть некий результирующий вклад, то этот результирующий вклад, наибольший вклад в этот результирующий вклад дает вот некая генерация какая-то одна. Вот это как в обществе. Вот в обществе есть очень много людей. Мы же говорим о том, что человек представляет собой аналогию общества. Множество людей. У этих множества людей есть у каждого своя воля, да. Каждый со своей воли выступает и возникает в обществе некая результирующая воля. Только в эту результирующую волю одни люди дают вклад с одним весом, какие-нибудь рабочие дают с одним весом, допустим, какие-то чиновники дают с другим весом, правители дают с третьим весом. Результирующая воля на самом деле, она является неравномерной относительно каждого отдельного человека. Каждый человек дает свой вклад в силу возможности его дать, Это в силу как бы того вклада, того веса, который он в обществе имеет. Вот есть же только понятие вес. Даже в обществе есть такое понятие вес. Так вот, вот мы так понимали. Точнее, ну как вот такая простая схема была. Но на самом деле, вот у Аристотеля есть четыре причины. Первая причина действующая. Это причина, кто откуда движение. То откуда? Вторая причина. Точнее, первая причина не действующая. Первая причина форма. Ну, я не буду по порядку, ладно. Есть форма и материя. Первая причина. Потом идет действующая. И потом уже идет целевая причина. А целевая то куда? Так вот, я раньше думал, что целевая причина это нечто отжившее. Потому что, ну что такое целевая причина? Как можно разговаривать о целевой причине в мире, если как бы Бога нет? А после моего семинара прошедшего? Нет? Ну ладно. А теперь как бы... Там как раз целевая была причина. Да. И после твоего семинара прошедшего, и после семинара, который состоялся, Александр Булачев у нас, есть такой день. Это философ он тоже про эту причину рассказывал. Суть состоит в том, что на самом деле воля не просто одни усиливает акты, а другие подавляет, а на самом деле у нее есть цель. Она это делает исходя из цели. То есть, поэтому вот этот субъект проживания сразу элиминируется, да, и сразу становится понятно, почему именно сознание это делает. Сознание видит некую цель. Да, как бы вот, почему, для чего нужно мышление? Она с помощью мышления укладывает некую цель. И она организует действия всех актов, которые у нас существуют. Да, допустим, одни акты подавляют, а другие усиливают, исходя из целей. Вот идет такая генерация, и все эти генерации только для того, чтобы исполнить цель. Почему, например, человек голодает, или там жаждет, или там, это вот аскетизм, например. Все, потому что стоит некая цель, приблизиться к Богу, допустим, да. И он для этой цели, он, с точки зрения этой цели, он именно осуществляет подавление или усиление определенного рода генерации. А зачем человеку играет в компьютерную игру? Тоже там достижения можно получить. Ачивки, как они называются. Нет, это... Цель получить удовольствие. Нет, 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 там нужно. Не удовольствие. Вы убили 150 врагов и снайперские винтовки. Вам дается медалька. Смотрите, в чем существенно? Существенно... Существенно, смотрите. Здесь что существенно добавило? То, что как бы сознание управляет... Получается, что сознание управляет человеком, да, как бы извне. И это управление извне, просто теперь это... Теперь показывает, как бы, вот, каким образом это вообще осуществляется. Вот, допустим, вот есть кот. Да, кот. О, только тот пошел. Да. Это уже интересно. Вот кот сидит, он ничего не делает, и, допустим, в его горизонте появляется птичка. И кот полностью, полностью возникает генерация, да, направленная птичка становится целью, да, непосредственно. И вся генерация кота направлена на эту птичку. Он начинает там, что-то, к ней подкрадываться, зажмуриться, прижиматься, да. В чем суть-то вопрос? В чем суть-то вопрос? Если опыт такой я ставил. Берешь со стороны кота, чем угодно, может колоть, дергать, залапывать, не реагировать вообще никак. То есть он полностью ушел сюда, да. То есть, иначе говоря, у кота тоже есть сознание, и он тоже... Ну, что у него непроизвольная челюсть, это... Ну, подожди, подожди, это тоже свидетельствует о том, что он не контролирует себя. Я не знаю, контролирует себя он. Нет, суть вопрос в другом состоит. Суть вопрос состоит в понимании, что такое воля. Я же об этом говорю. Ну, так как говорится, дергать за лапу или болтающуюся челюсть, это одно и то же. Ну, может быть. Может быть, может быть. Челюсть болтается действительно не так. Так суть-то вопрос в чем состоит, что у меня тоже есть сознание. Он тоже непосредственно Но она непосредственно захвачена То есть у нее как бы есть воля Но эта воля не свободная Почему? Потому что она захвачена целью И не может от этой цели оторваться Он полностью ушел в эту цель А у нас воля свободная Почему? Потому что мы ставим вот эти цели Влад Вот я прихожу в магазин Раз и моя воля не свободна Правильно, я же точно Я это и хотел сказать Что есть люди, которые могут поставить цели И быть к ней свободны А могут которые как коты Приходят в магазин И как коты увидели красивую вещь Уже ничего сделать не могут Воля ангажированная, захваченная И не свободная выживая Суть вопроса, вот как работает воля Она же все равно воля Нет, просто я к тому говорю, что воля Это никакая не действующая Волевой человек он купил Воля это не действующая причина Вот здесь уже действие Воля это не действующая причина Вот в классической философии воля понимается Воля понимается как действующая причина Да? Действующая причина Ты хочешь А я говорю, что воля целевая причина А не действующая Так, а можно сказать, что воля это форма действия Что это формальная причина Это форма действия Действие это материя Теперь про форму, и форму, и это. Это тоже разговор важный, действительно. Форма, это... Нет, нет, нет. Вот мы же разговаривали про понимание. Да. На самом деле, понимание, что такое понимание? Если простыми словами говорить, это сведение всего к пространству сознания. Вот есть нечто, как бы, да, вот мы это нечто сводим к пространству сознания. И это и есть понимание. В самом обобщенном смысле. Почему? Ну, просто сознание вне времени находится, нечто находится во времени, оно там где-то находится, оно является как бы материальным, да, материальным и всякого-всякого, оно является каким-то. А в сознании оно уже является сознанием этого вещи, оно является, можешь к нему приписать, помните, я говорю про стекло, которое можно поставить, но является уже неким операндом, ему можно оперировать, брать его, его можно расщеленять, его можно брать в определенных аспектах. Вот сам способ, каким мы сводим вещи в сознание вещи, вот это и есть понимание. Так вот, если это рассматривать, то форма и материя, как вневременные категории, это просто способ понимания, это не относится никакой при понятии причины, это не является причинами. Она, они причинами являются, это как бы уже в понимании, но изначально, изначально они являются способами, каким мы понимаем. То есть нет ни формы, ни материи. Ни формы материи есть, но это уже, но они являются вторичными. А первичными являются либо действующими? Нет, ну то есть если мы говорим, что они всего лишь относятся к нашему пониманию, то значит, что мы понимаем таким образом, поэтому они вторичны. А если они есть на самом деле, если действительно внутри вещи, так сказать, сидит там какая-то форма или эйдос, есть материя, тогда они не вторичны. Потому что, ну, нет, вот, так сказать, не все же происходит в нашем сознании, бывает там, не знаю, шар катится по какой-нибудь, с горкой он катится, потому что у него форма шара. Так я же раз об этом говорю, я с этим не спорю, что такое кухни катится, вот что такое вот это сведение, на самом деле. Вот есть схема, я про схему-то и рассказывал, понятно, что такое схема. Что делает схема? Схемы содержания никакого нет, схема этот способ различил. Но, что делает схема? Вот есть мир, схема на мир накладывается, и те различия, какие схемы, может ухватить, они транслируются. Вот то, что ты говоришь, есть форма самого мира, материя, самого мира, все-таки есть, потому что тут ничего не происходит. Тут, походу, происходит только редукция бесконечного многообразия, бесконечное многообразие, то есть мир, никому конечному. многообразию редукция происходит первый смысл понимания состоит в том, что мы не можем бесконечный мир во всей полнотее взять, мы можем его взять на некой конечной форме вот эту конечную форму, чтобы ее сделать, есть некая схема, в сознании эта схема есть почему я говорю, что сведение к сознанию, потому что сознание это не нечто такое, что всю бесконечность берет, она всегда берет редуцированное мы смотрим на камеру она имеет бесконечность содержать, но мы всегда редуцируем его к неким-то определенностям там что-то камера стоит на треноге, что она там работает, не работает, что у нее есть экран и так далее определенное конечное количество признаков это позволяет нам уже говорить о камере, как о объекте, хотя на самом деле реально он бесконечный многообразие если бы его бесконечно изучать, никакую бы вся науку на нее направить, и бесконечно бы ее изучали вот в чем состоит сознание сознание всегда и среду я могу сказать, что но мы можем обратиться к этому многообразию мира и схему, уточнять, еще как раз бесконечность содержания камеры означает, что мы уже мыслим как бы схемой что вот мы можем взять одну схему, можем взять другую схему, можем взять как бы мельче ячейку можем про камеру сказать в одном аспекте, в другом, в третьем, в четвертом нет, так может быть это бесконечно то есть я про понимание видео не рассказывал, потому что есть предельная схема, языковая схема, там уже ниже не опустится языковая схема, она предельная вот язык, почему мы пользуемся всегда языком, это наиболее самая самая как бы максимальная схема, наибольшая разрешающая способность язык уже ниже, уже не опустится, почему мы не постоянно скатываемся к языку, потому что уже ниже, уже некуда этих двигаться нет, ну вот смотри, я-то другую мысль пытаюсь провести, вот допустим камера, про нее можно сказать одно, другое, третье, действительно, столько разных аспектов даже как бы можно сказать, что бесконечное количество аспектов, можно углубляться, как ты говоришь, да, в определенности вот здесь такая царапина, еще что-то, да, в этом ключе можно и вглубь, но не связана ли вот эта вот кажущая бесконечность с тем, что мы понимаем вот посредством какой-то схемы, опять же то есть камера-то вот она одна, она вот одна, она есть, все, она есть одна, она есть такая, какая она есть мы пытаемся, а не искать, ну как допустим есть множество категорий, да, можно спросить там ну как мы вспоминали, да, что это из юридической практики произошли, они, да, можно спросить кто, где, когда, сколько, вот имя спросить, можно еще там причину спросить и так далее вот, а предмет-то разговор один и вещь одна не связана ли вот эта множественность как раз с тем, что мы пользуемся языком, как ты говоришь с тем, что мы пользуемся какой-то сеткой и схемами то есть не то, что сам мир бесконечен в своем многообразии или сама вещь отдельная, а бесконечность возникает в средстве того, что мы как бы к ней подходим так, как подходим да, я буду следить ну вот ты сейчас говоришь ты вещи двигал, когда говорил то есть вот что тоесть, ты именно оперировал ты как рефлексий наладил, все что ты сейчас говоришь ты же ничего не передвигаешь, ничего не двигаешь правильно? ты же мыслишь не вещами, ты мыслишь словами, образами, правильно? это что значит? это означает ты уже в схеме, все так я в схеме, я не говорю, что из него можно выйти всегда цели для того что то есть уход он тоже как бы в схеме но его схема это оперирование вещами он ходит и мыслит вещами понимаешь вот он место где он ходит в туалет где стоять и да где он сидит а ты мне скажи лучше в чем я был не прав просто нельзя выйти из языка но это же нельзя но нельзя выйти из языка можно только противопоставить нельзя опрометчиво как бы и безосновательно утверждать что бесконечность лежит в мире она точно так же может причиной бесконечности лежать в нас бесконечность содержания как это нет это важно это метафора и все бесконечно содержательная вещь и нам не хватает схемы чтобы ее описать да не так я бы совершенно не об этом говорил а вещь есть в бытие и она не сводится к тому что мы с чем мы оперируем вот есть оперант вот есть оперант это уже гораздо лучше такая а только об этом и говорили нет ты говорил что у нас так сказать среди это все надо понимать метафоры все эти я не знаю бесконечные вещи или это вообще никакого значения не имеет мне надо как то пояснить чем отличается вещь от операнта который у меня есть либо в языке либо в мысли есть некий оперант который замещает вещи вот это вот якобы не вещь же ведь это ведь оперант я когда рассуждаю о чем то я взял в голове какой то есть оперант а если ты его только оперант яурдом это различие не сможем поддерживать мы живем только в апиандарх как мы можем отличить вещь от операнта то же быть и ем вот вещь есть и она есть оперант это просто он как бы заместитель он знак вот есть некое есть а это знак а различие состоит в том что мы каждый раз от операнта может к вещей обратиться и увидим что она 1 2 3 10 много тут чего есть Ну а мы берем его как какой-то определенный знак, допустим, как вот у Хайдегера вписанный, да, знак как это, как подручное, вот как камера. Мы говорим камера, и нам все понятно, нам не надо вот уточнять, что там с камерой, с остальной, нам это не важно, просто все остальное. Мы берем его как подручное, и нам этого хватает. То есть есть некий оперант, в данном случае, допустим, слова. Вообще, хотя может быть, не слово. Мы, на самом деле, чтобы рассуждать, и чтобы свободно относиться к миру, и чтобы даже цели, допустим, ставить, мы живем в мире знаков. Даже когда мы смотрим на мир, мы уже в этот мир для нас есть мир знаков. Мы живем в знаковом мире. А то, что этот мир еще и действует, это, наоборот, мы идем, допустим, куда-нибудь, да? Или, например, едем на машине, попадаем в аварию. То, что случается авария, то есть некая реальность, для нас это казалось, понимаешь. Честного быть не должно. Потому что мы живем в мире знаков, где садишься на машину, и это означает, что ты куда-то должен приехать, а не попасть в аварию. То есть мир сопротивляется, и мир показывает, что он-то есть, что он не есть знак. А мы его берем всегда как знак. И вот сознание живет, оно вот знаковое, оно вот здесь. Сознание здесь, а не здесь. Некоторые садятся на самолет и боятся, что он упадет. Я понимаю. У них другой знак. У них другой знак, да. Когда они не упали, они удивляются. Знак опасности. Смотри, просто сам факт, что сознание-то вот здесь, в знаках. Понимаешь? А вот это вот здесь, то, что стоит как бы за знаками, конечно, оно светится, да, потому что мы всякий раз можем этот знак уточнять и уточнять. Допустим, некая любимая вещь какая-нибудь, да, она обрастает многообразно. Мне просто не нравится разговор про сетку. У меня есть как-то это... Сразу кажется, что мы сразу попадаем в ситуацию Канта. Я говорю про... Сразу в ситуацию Канта. Я говорю про сетку просто силу того, что... Еще раз, подожди, объясню просто. Я говорю про сетку в силу того, что сознание есть пространство. Только в силу того... Если поговорил слова... Так нет, у тебя как бы получается, что сознание есть пространство в смысле первого пункта. Нет, потому что эта сетка, она приплюсовывается к объекту. объект меняется. Смотри, давай тогда возьмем, в чем различие состоит. В первом пункте было сознание, то есть субъект. Субъект непосредственно относился к сознанию объекта. Только вот здесь это был как бы объект 2. А у нас теперь субъекта этого нет, а есть просто сознание объекта. Вот сетка это как раз и делает из объекта 1 объект 2. Разве нет? Сетка у тебя выступает как среда. Правильно, только суть состоит в том... А, ну давай этот разговор тоже важен. Давай этот разговор тоже заведем. Теперь понял, почему у тебя состоит недоумение. Просто мне кажется, что это Канта стоит. Нет, просто у Канта на самом деле тоже есть абсолют. Если брать конкретно Канту. Он состоит в том, что с абсолютной позиции есть истинные объекты. Вот этот объект 1, он дан от абсолютной позиции, истинно. А когда мы говорим, то на самом деле никакой абсолютной позиции нет, и здесь просто как бы хаос. Здесь хаос. Еще раз смотри, если понимание происходит через сетку сознания. Чес. Это пусть это метафора, да? Но все равно как бы смысл этой метафоры в том, что это сетка, сетка понятия или экран, как ты говорил, на которой все это проходит. Не понятие. Пространство. Ну, пространство. Это как некая среда. Должен бытие, как ты говоришь, оно где-то там. Нет, смотри. Вот есть хаос, на него сознание направляется, и из этого хаоса как бы делает это. Ну лучше, говорит, не направляется, потому что так вот и проецируется. хаос. Сознание проецируется в хаос, и хаос становится в хаос. А не хаос проецируется в сознание? Ну какая разница? Ну если хаос проецируется в сознание, все, это как раз среда. Сознание как среда. Еще раз говорю, суть вопроса состоит в том, что все-таки сознание же активное, а не хаос. Вот оно активное, оно проецируется в хаос. И хаос вот как свет. Ну или оформляет. Вот смотри, вот смотри. Сознание проецируется на хаос, и значит, что оно его оформляет. Еще раз, давай, прооформляет, подожди. слава российский турнир но еще раз это конечно дай бога лишний слава пока все забудет суть это то что здесь нет и в действии а есть темнота другая метафора темнота вот и все темноту пустил и все что светил вот то и увидел а где здесь сетка вот это злой разговор нет света есть сетка не он не сетка свет не обязательно сетка а второе действие втягивание то есть вот это то что мы назовем понимать если мы не втягиваем то мы не можем оперируйте вещами и проснул его можно просто жить непосредственно может просто мысль вещами не лентине не втягивать их сознание просто братья делать так берет какой слезарь что релиз 어떤 их не встречается вопрос просто когда за этот свет и в эти истинном разом 10 мая если у тебя создание это свет куда спешить куда его сайт создания даша еще раз если я стало недостатк это свек она отличает isso если сознание у тебя среда седка бунт и он счет какой то куда надо в теории бери и переводит агентар он нужно втянуть вещь и первые типа а как понять в этот классе не понимать». Нет, это не классическое представление. А как понимать, потому что у сознания есть пространство? Я тебя не понимаю. Вообще свет — это не пространство. Свет — это просто как бы... Хочешь я говорю, форма. Неважно света или форма, какая разница. А дальше — fondoity. Вот свет посветил и что, а как до мышления мы дойдем? Нам же же познание важно. Для того чтобы понять, что такое сознание, нужно понять, что такое kann outtaye aware!! Вот всем некое познание. Ведь познание это же как делает. А познание пустило свет позволяет которой? Признание Honor премендует. Втянуло внутрь и начало мыслить. Вот это познание. А сознание где? Оно вот просто себя освещает, а втягивает мышление. Так что ли? Не знаю, я вообще как бы не понимаю этих схем. Да нет, суть вопроса в том, что мы же должны понимать, что есть некое познание. Мы мир познаем. И нам важно именно с точки зрения познания мир рассматривать. Вот есть некое... Давай так вот. Более последовательно. Более вот... Сначала пока как бы не будем говорить субъект, возьмем сознание. Оно как свет. Вот метафор света тебе нравится, да? Свет. Оно направляется светом, а здесь как бы просто хаос или темнота. Темнота, хаос. Оно высвечивает. Понятное дело, что куда свет ни направь, везде высветит некое бытие, некий мир. Вот этот мир здесь уже как бы вот он как-то вот так вот, он разный. Какой-то, да? Вот. Это первая стадия. Первое, сознание посветило. Вторая стадия возникает. Вторая стадия понимания. Вот как раз когда понимание возникает, возникает вот эта сетка, которую я говорю. Не знаю. Я считаю, что эта сетка связана с сознанием. Больше просто едем не разместится. Хорошо, я понял. Возникает сетка. У меня такое предложение. Вот смотри, мы начинали с того, что три способа, ну как бы три понимания сознания вот рассматривали, да? То оно как бы охватывает объект и связь, то охватывается в целом, то субъект. Вот хотя бы для первых двух, для Канта и для Гигеля, да, как бы условно назовем так, можно рассказать, в чем различается их понимание и понимание. То есть наверняка, наверняка эти две разные ситуации по-разному приводят к разному пониманию, что такое понимание. Ну и тоже. Ну не может такого быть. То есть точно так. Ну если там сознание, это разные вещи, то и понимание должно быть. Вот как вот это не ошибка. Ну это не ошибка. Вот Кант, смотри, посмотрю. Вот есть созерцаемое явление. Смотри, есть созерцаемое явление. Да? Ну. Не вещи сами, а созерцаемое, оно уже тёрто в сознании, да? Оно уже находится в пространстве и времени. Как оно становится знанием? Вот здесь есть и рассудок. Оно становится знанием с помощью способности суждения. Способность суждения. А что такое, как это происходит? Это происходит с помощью трансцендентальной схемы. Это способ, каким образом предметы созерцания или там явления и рассудочные понятия приводятся на некое единое общее основание. С помощью трансцендентальной схемы втягиваются в рассудок и в рассудки становится уже знанием. Так, а у Гегеля? Так, это вот у Канта. У Канта это ясно. Да, у Гегеля. Вот способность суждения, то, что мы говорим здесь, это и есть понимание. Хорошо, а у Гегеля? Понимание. Это Канта. То, что ты излагаешь ситуацию первой, я на этом как раз и насправлю. Теперь это Канта. Канта очень просто. А у Гегеля теперь подумаем, как... У Гегеля все то же самое, только с позиции абсолютного субъекта. Абсолютный субъект. Только он еще не втягивает, да? Он просто... Он светит. Ну, как я к этому-то и уклоню. Он еще не втягивает, он просто светит, а тут как бы вот... Мир... Он даже не светит. Потому что если бы он светил, то мир тут был бы уже в этом. Мир же вид не хаос, на самом деле. Потому что для абсолютного субъекта мир не хаос. Ну, вот я говорю, тут должно быть другое понимание-понимание. Другое. Но для абсолютного субъекта мир с абсолютной позиции это неправильно. А вот с позиции не абсолютной, да? Сознание абсолютной, да? Сознание. У него есть некая установка. Установка. Что такое установка? Вот, например, чувствную достоверность, сознание хочет принять это. Что такое восприятие, сознание хочет принять чувственное всеобщее. Установка. И она эту установку направляет на предмет. То есть она хочет в предмете взять в определенного рода установки. Эта установка есть или... Но установка это цель. Это целевая причина. Это не... Ну, в любом случае, это и есть схема. Установка это и есть способ, каким это хочет сознание. Сознание, например, чувствную достоверность. И хочет принять в качестве предмета нечто единичное или это. Да? Это. Единичное это. Но на самом деле, всякий раз, когда она его принимает, то оказывается, что это не единичное это, а всеобщее это. И значит, она не смогла справиться с задачей. И поэтому, когда она переходит к восприятию, восприятие оно хочет уже принять это всеобщее. Чувственное всеобщее. Чувственное всеобщее. Там возникает другая проблема. Потому что сущное всеобщее оно хочет принять на основании принципа тожественного. А там возникает нарушение этого принципа. Принципа тожественного. Она дает рассудку и так далее. Но это какая-то совсем другая схема. Другая схема, да. Способ схемы другой. Но все равно схема присутствует. Как установка. Как другая схема. Потому что у установки исследователей, а вся наука как? У науки есть некая установка. Допустим, вот ученый придумал теорию, вот у него есть теория. Нет, это как раз теория. Он берет теорию, накладывает на мир. Есть некая схема, каким образом это делается. Это больше похоже на Канта, теория и мир. Потому что теория, это набор рассудочных понятий, какие-то априорные формы сознания и так далее. Вот они накладываются на мир. А установка гегелевская, это уже, я не знаю, это что-то такое. Вот смотри, как у феноменологов, у них же тоже есть установка. У них есть, как это называется, установка эта? Это в феноменологии есть это же специальное слово. Феноменологическая установка, по-моему, называется? Ну, может быть, да. Эпохе, эпохе. Где редукция, да? Это феноменологическая редукция. А как там, как-то у них понятие на установке есть. Нет, да. Самфатинная установка. Да, да, да. У них то же самое, на самом деле. Они на самом деле феноменологи Установка Набор понятий И установка Они существенно различаются Я согласен Но с точки зрения Убирать внешнюю канву С точки зрения схемы Это одно и то же Есть нечто Что надо втянуть Есть схема И то, куда втягивается То, что надо втянуть И втягивается В знание Втягивается в знание А откуда берется? Ну, в бытие В бытие схема Втягивается в знание Понимаешь, это как бы слова, конечно, условные Втягивается Что такое втягивается Я же не могу, например, вижу диван И взял его втяну внутрь Я, конечно, в этот диван И придал некий знак Ну, слово, допустим Слово, там, знак К каждому Все, что я вижу У меня есть знаки И эти знаки как-нибудь существуют Не просто так Они существуют в неких связях Эти связи И вот эти вот Каких существуют знаки Они же даны как? Пространственно И это же не так Что они даны непонятно как Они даны как-то хитро пространственно Например, вверх, вниз Право, лево Тут, там, я здесь Даль, близь Ввысь И так далее Все это как-то дано Пространственно расположено Все смыслы Они на самом деле связаны Мы даже, когда воображаем нечто Все равно воображаем в пространстве Даже бог у нас где-то далеко-далеко Или там высоко-высоко Понимаешь? Непонятно где Все равно как-то в пространстве То есть мы все организуем в пространстве Поэтому она называется схема Схема Есть нечто именно пространственное Вот в чем проблема Проблема стоит не в том Что схема есть Так а вот установка Разве это пространственная схема? Что там есть пространственно? В установке Чувственной достоверности В установке В различии установок Вот это непонятно Это непонятно может быть. Это надо исследовать, согласен, не все же. Понятийная схема, она похожа. Зачем нужна схема? Схема не бывает ни истинной, ни ложной. Она бывает только большей разрешеческости, либо меньше. Истинной и ложной бывают только теории, сделанные на основе схемы. Могу еще один заход. Это парадигма, вот это то, что парадигмой называют. Парадигма это тоже схема. Это вот еще один заход. Почему мне кажется, что схема это кантовская, представляете? Кантовская, кантовская. Работает с явлениями и так далее. Почему как бы феноменология обычная, ну по крайней мере, так сказать, пусть не Генгель, я не знаю, пусть Гуссерль и Хайдингель, почему там разговора о схеме не возникает? Потому что там, еще раз, там на том конце, в качестве объекта, выступает феномен. И он, ну по их представлению, может быть так и не происходит на самом деле. Но по крайней мере в этой философии считается, что это возможно. Феномен сам о себе расскажет своими словами, говорят они. Феномен сам даст те понятия, с которыми к нему надо подходить. Он как бы тебе... Ну это и есть схематизация. Какая разница, как происходит? Ну какая разница, схема-то не наша. Нет, 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 я согласен, это же не имеет никакого значения, как... Так это июнь, значит и нет, если он сам вам сказал. Нет, 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 ты не понял, мы не можем взять объект, вот он есть. Мы не можем его втянуть, как он есть. Мы все равно должны его втянуть операндом. Операнд. Ну все равно, ну что бы ты ни сделал, ну что бы ни сделал. Ты бы ты можешь... Ну почему ты не можешь втянуть объект, как он есть? Ты есть втянуть внутрь, не можешь. Тебе же нужно иммагинировать. Надо его втягивать, они не говорят, что он втягивает. Да все равно, ну когда ты его описываешь, что такое дискрипция-то? Ну что такое дискрипция? Ну вот есть дискрипция, это несчастная в этом феноменологии. И что она дает? Она и есть способ. Можно схема, схема может быть простой, а может быть как бы дискрипция. Ну пускай сидят и пишут огромные... Дискрипция так же, как Гуссель. А у Хайденгера, допустим, дискрипции нет. Но понимание у него понимается в том ключе, что понимать вещи, это значит правильно с ней вместе быть. Да, это может быть сколько угодно. Можно сколько угодно быть рядом с вещью, но не можем мы ее есть полностью втянуть в это. Да не надо ее втягивать еще раз. Правильно. Втягивать. Почему понимание означает, что для нас она есть всегда через призму некое понимание? Нет ее самой по себе. Есть всегда через призму некое понимание. Всегда есть редукция. Любое понимание есть некая редукция. Простоту некую простоту. Ну, Булат, я понимаю, что это классический подход. Но вопрос вам тупиковый. Говорит, что понимание всегда есть... Еще раз, я же просто тут... Я свою позицию уже объясняю, почему это тупик. Может, сколько угодно об этом говорить, но не можем мы взять вещь, как она есть, сам... Делать не в том, что сама по себе. Она же есть. Она просто есть. Куда мы... Вот она есть, и не нужно никуда брать. Ну, хорошо, хорошо. Только вопрос сколько угодно. Сколько угодно заниматься. Она есть, остается... Сколько угодно. Только вопрос всегда идет о познании. Знание-то получится из этого, но она есть, а знание из этого можно получить. Она есть. У тебя есть об этом знание какое-то? Начнешь говорить о знании, все, придется начаться дискрипцией. Ну, если ты знание, понимание железно связываешь со знанием, то, конечно, нет. Конечно, всегда будет. Понимание может быть в искусстве. В искусстве. Почему? В искусстве есть понимание. Я не связываюсь со знанием. Тогда получится, что можно, так сказать, и без сетки обойтись. Нет, ну просто есть... Можно просто... Еще раз говорю, еще раз говорю. Эта сетка, если даже есть искусство, эта сетка может быть такая, что ее невозможно отрефлектировать. Она может быть. Ну, ее невозможно. Да, но она все равно есть. Независимо от того, нравится тебе или нет, она все равно есть силу того, что сознание пространственное. А вещи, они сами по себе, они пространственные и временные. Они многообразие. А сознание только пространственное. Ты никогда не задумываешь, что искусство — это либо литература, то есть связанная с языком, либо это, как его... Либо скульптура, связанная с пространством. Либо музыка, извини. Правильно. Единственное только... Вот я хотел перейти. Ну, что-нибудь единственное. А есть еще... Почему? А почему? Тоже литература... А потому что понимание есть еще такое, как переживание, и это тоже понимание. Переживание. Ну, это значит уже другой разговор. Нет, это не другой разговор. Ну, как, ну, наконец-то мы родились. Их переживаний нет никакого схемы. Там нету, именно. Но переживание, оно на самом деле... Там нет никакого знания. Мы говорим, всегда знания. Только есть переживание. Но понимание-то есть. Понимание есть, да. Ты определяешь понимание, но не привязывайся к знанию. Не-не-не-не. Я согласен с вами. Потому что я забыл сказать. Я на самом деле, конечно же, переживание считаю тоже знанием. Это тоже понимание. Только это просто особое понимание, в котором нет знания. Если ты переживание начнешь искать знания, опять возникнет, и вся эта секочка опять возникнет. Можно просто переживать. И действительно, хайд-игр здесь находится. Согласен. Вот здесь находится хайд-игр. Ну, потом я бы добавил еще, что не только музыка, даже литература имеет временное какое-то измерение. Там же есть рассказ, там есть действие. Поскольку язык является. Поскольку язык имеется. Нет-нет-нет, не в этом. Там есть движение. Где есть время? Там есть рассказ. Это не важно. Везде есть время. В любом знании есть времени. Мы описываем движение. В скульптуре нет. Но в знании времени нет, что ли? В скульптуре нет. Еще раз. Я говорил про форму. Про то, что вот как бы есть разные искусства. Еще раз говорю. Время втягивается внутрь, как логически. Что оно есть. Мы понимаем, что такое время логически. То есть есть икология. А здесь время есть реально. Здесь вот переживание время реально. В литературе оно тоже есть реально. Потому что ты читаешь, ты читаешь текст. И переживания твои. Еще раз. Пиши меня не слушай. Я сейчас не слушаю, что меня я говорю. Вот это странный какой-то. Текст потому что развивается во времени. Сам текст. Если бы текст тебе представили видеообразы, как картину, никакого развития времени не было. Текстом тогда как-то. Правильно. Поэтому переживание связано с тем, что... Дело даже не в том, что есть текст написанный, да? А есть такое понятие, как сюжет. Рассказ. Вот сюжет. Это структура некоторая, да? Это какое-то движение. Понимаешь, вот сюжет. Забудь ты про то, что это слова. Забудь про то, что слова. Конечно, язык... А ты не можешь рефлексивно думать. Ты думаешь на уровне какого-то обывателя. А не можешь философски-то понимать, что о чем я говорю? Философски, с помощью позиции рефлексии. Вышел, подняться. Я говорю, текст развивается во времени. Ты читаешь, что такое германетика? Ты читаешь часть текста. Прочитал одну третью текста. А у тебя впереди еще две трети. Вот здесь у тебя возникает схема понимания. Ну ладно, ладно. А я объясню тебе, почему мне не устраивает вот это твой объяснение. Потому что здесь у тебя время является внешним по отношению к тексту. Это время, как бы, чтения внешнего. А я говорю, что время включено внутрь текста, как внутреннее и моментное время. Ну, как в субъекте есть внутреннее время. Еще раз говорю. Время в субъекте и в тексте есть только с позиции переживания. Если ты при чтении текста включил еще переживание, то тогда появилось в тексте время. Никакого другого времени кроме переживания нет. Какое еще и монетное время текст можно переживать? В музыке. И в музыке. Никакого времени нету, кроме как переживаний. И музыку ты воспринимаешь только потому, что у тебя внутреннее переживание есть. И ты можешь переживать музыку, поэтому вообще музыку можно воспринимать как музыку, а не как хаос. Хорошо, объясню разницу. Вот смотри, картину, которая явно такая, как бы, гораздо менее временная вещь, чем мелодия или чем текст. Картину можно рассматривать по частям. Посмотрел в один угол, посмотрел в второй, посмотрел в третий. И поскольку ты смотришь по частям, у тебя тоже возникает история рассматривания картины. И тоже можно сказать, что картина временна, потому что ты смотрел ее по... Ты не мог допустить, она большая, ты не можешь сразу все посмотреть, ты смотришь ее по частям. Но при этом, это не внутренне присущее время Оно как бы не внутренне присущее картине Можно было бы смотреть как бы в другом порядке Можно вообще отойти подальше, увидеть ее всю И она при этом останется все той же картиной В случае мелодии это не так И более того, в случае не рассказывать А если я упрос в точку, вот упрос в точку, буду ее прожевать Что, времени не будет, что ли, потом? Мы говорим про время как картин Еще раз говорю, нет никакого времени картины Время это все Вот картины нет, а в мелодии внутренней монеты нет Потому что невозможно умереться в одну ноту Не переживать Есть время, есть только как переживать Можно упереться в одну ноту Нет Ну как, уперство, нота звучит Она перестанет быть той нотой, которая звучала в мелодии Еще раз говорю Вот точку, точку, почему есть Потому что она удержана, она вот есть Если удержала одну ноту, в смысле как бы она звучит И сидишь, и в дворе А она совершенно другой смысл имеет Еще раз говорю, нет никакого времени в самом мире В самом мире Ты говоришь про какое время? У мелодии есть свое внутреннее время, что ли? Да, трудно объяснить тебе Да, что мне объяснять-то? Я говорю, как ты время-то меняешь? Переживание в жилом мире Или мы... Нет, ну давай наивными реалистами будем Да, у мелодии есть свое время, я еще спорю, что ли? Ну, я же тебе говорю, на рефлютивную позицию На рефлютивной позиции нет никакого времени, в которой В рефлютивной позиции картина от мелодии В временном аспекте отличается? Отличается 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 Ты можешь объяснить чем? Я могу Потому что ты одно меряешь переживанием, а другое меряешь пространственно, сознанием Сознание ты отличаешь от переживания? А если я по-другому буду мерить? А как? Как по-другому? Вот Значит, они отличаются, а не мой подход Значит, они сами требуют к себе определенного подхода Они сами, конечно же, отличаются Это значит, что они... Ну, так я об этом-то и говорю Чего ты говоришь-то? Я что с тобой спорю, что ли? Я говорю о том, что литература, литература, художественный рассказ Ближе к времени, то есть ближе к музыке В смысле, во временном аспекте, чем картинка Ну, это твоя установка Да нет, это не установка Ну, а как? Это фирменологический факт Я не знаю, если считать, что литература просто разворачивается во времени Потому что мы читаем текст во времени И поэтому... Это ты как обыватель рассуждаешь Нет Потому что у тебя можно включить переживание, и переживание включается А можно не включать переживание, а читать текст не во времени А просто каждый раз схему пытаться понять Как философский текст Ты что, философский текст как мелодию учитываешь? Нет? Ты просто пытаешься понять, что он говорит литература философски любой текст так это зависит от установки, ты еще разделил художественную литературу от философски, я не могу так разделить а ты той и другую литературу, какая разница это никакой разницы нет, это только установка конечно можно поставить установку и наслаждаться звучанием слов взять стихи допустим стихи же есть время в то смысле, что там есть музыка естественно я с тобой полностью согласен ну хорошо если как бы ты склонен вообще эту тему обсуждать дальше сейчас и серьезно, я могу сказать так вот есть допустим мелодия у нее есть какой-то смысл или допустим у того же стихотворения или у рассказа есть некий смысл так вот когда вещь или произведение искусства обладает каким-то внутренним имманентным временным характером тогда когда вложенный, ну не вложенный даже существующий в нем смысл существенно зависит от ну вот этой временности переживания то есть да, мы можем переживать одно или не переживать другое можем подойти со схемой пространственной а можем переживать как угодно но если мы подойдем со схемой пространственной мелодии не поймем ее мы ее не поймем мы тот смысл который в общем выделяющиеся и вещи в том что это значит что она с этим спорит существует время занимается только философия не москве с этим временами что мы что то не просто наша если что она такой объект но кто заширяется и рассказ такой объект кто с этим спорит у кого есть может быть нет и говоришь о нем совершенно неважно картина или рассказ или мелодия это все зависит от нашей установки говоришь ты нет я сказал просто что я переживанием мы все это в любом понимании может включиться такое понимание как переживание я просто от этого понимания редуцируюсь потому что оно является не философским да есть такое понимание к религии относится к искусству относится к чему угодно просто к обывательской жизни оно просто не философское оно нам не нужно оно просто не философское ну что с ним делать ну есть понимание такое ну и как его втягивать я не знаю что с ним ну кроме того что оно есть ничего сказать же нельзя ну можно понимать потому что ну что понимать ну попереживать можно здесь нечего понимать кроме того что это оно есть понимать нечего не даром же у Хайгера быть и есть переживание просто переживаешь и больше ничего сделать нельзя и что нам дает это переживание мы же пытаемся что-то понять дальше пытаемся из этого построить знания пытаемся его это знание мысли там, и так далее. Ну, есть переживания, ты все правильно говоришь, что это нам ничего не дает, кроме того, констатации того, что все это есть. И что сами объекты таковы, ну, наверное, сами объекты, наверное, таковы там. Одни более временные, другие менее временные. И что там, где время есть, всегда мы можем это время только с собственным переживанием воспринимать. Ну, мелодия звучит, если туда пространственно подойти, действительно, что там, ты там ничего не найдешь. Нет, ну, можно тоже какую-то структуру, ноты там. Да, ноты можно записать. Ну, что это тебе? Соты какие-то. Ну, нет, ну, что это, конечно, я говорю, можно втянуть пространство и пытаться из нот, из высот, из апплитуд, там, и что-то там такую, какую-то науку даже стоит. Наверное, можно. Но сам факт состоит в том, что это не будет уже то, что хотела мелодия донести. Это уже некое-непо полирование. Ну, это да. Просто, может быть, разные вещи надо понимать по-разному. Вот, может быть, есть вещи, которые надо понимать от переживаний. А некоторые вещи надо понимать, там, этой схемой сетки пространства. Наверное, так. Ну, хорошо. Вполне. Я даже не знаю, что это дает. Да я просто не вижу, ты не вижу, как просто отклонились на какую-то сторону. Просто ты, как бы, понимание... Я, то есть, я с ним, а с этим занимаюсь, узурпировал знанием. А почему? Потому что философия занимается знанием, но не занимается пониманием переживания. Ну, она 20-го века занималась, а дальше она теперь уже занимается всем, чем угодно была. Ну, занимается всем, чем угодно. Ну, хорошо. Ну, что можно сказать в этом? Хорошо. Давай будем попытаться понять понимание, как переживать. Что тут, кроме как переживать, можно сделать? По-моему, ничего тут не сделать. Надо действительно взять и переживать. Условно говоря... На что знание можно сделать? Только взять и втянуть. Нет, что знание можно развернуть, оно же развернуто в моментах. Ну, и можно пытаться понять. Вот сознание, видишь, сколько много можно сказать по поводу сознания? Сколько оно пространства. Потому что там есть много моментов. в переживании много моментов они тоже есть но тем не менее кроме как сказать что происходит ну вот например это можно сказать протемпорально собсуждать что есть объекты которые структурно расположены прямо во времени сложность сложность который произвёрнута времени как типа мелодии можно об этом говорить тоже некий разговор ладно я просто ты как бы там переснял я просто хотел заострить внимание что вот этот лестературный рассказ он ближе к мелодии в этом плане чем картине или сколько кто думал а несмотря на то что он из языка построен который казалось бы схем он ближе к историчному на землю расскажет историю наверное просто понимание это переживание это наиболее удаленное знание понимания которой вообще говоря как бы если честно насçek пишите бежимы счастлив нашу вся наша жизнь состоит том чтобы убежать от время что временность это и способ какие мы умираем какие бы исчезаем мы пытаемся и все ммне от времени средние существует мы пытаемся убежать это времени пространство что такое пространство на сами пространстве убегая от времени мы убегаем как бы от того, как мы умираем, мы убегаем и от жизни. Нет, это неправда. Что такое пространство? Это пространство, упаковка времени. Мы упаковываем время, допустим, каким-то способом? Техника, есть никакой иной способ, как... Ну, мы убежали от жизни. Нет, укорачивание времени. Но раньше, допустим, для того, чтобы из Петербурга у нас сколько там нужно было? Неделю что-то ехать? А сейчас нужно один час там. Но это философские разговоры, да. Это и есть способ. Мы все, вся техника и вся цивилизация, она рассчитана на то, чтобы сократить время. Мы, упаковывая расстояние, упаковывая пространство, мы производим действия в пространстве, действия неких пространств производим, в пространство, да? А на самом деле, тем самым сокращаем время. Сокращаем время. И вот это и способ нашей борьбы со временем. Теперь, допустим, что такое интернет? Мы можем связываться друг с другом в любых точках мира, да? Это есть не что иное, как, опять же, борьба со временем. И каждый раз, ну, в каждой всякой технологии и всякое движение человечества... Но пространство уже борьба с пространством. Нет, мы, борясь с пространством, на самом деле, боремся не с пространством. С пространством это и есть способ, каким мы живем. Но пространство это и есть наше счастье. Мы бы хотели, потому что сознание вне времени находится. Пространство это и есть вечность. Мы хотим в пространстве как угодно расположиться, хотим в пространстве жить. И интернет это тоже некое пространство, понимаешь? А всячески убежать от времени. потому что время есть то что на самом деле противостоит пространству я же рассказывал про я я стою с тобой не согласен сознание да а вот здесь как бы это проживание время а здесь пространство пространство а здесь время так вот я хочет сюда вот сюда хочет а сюда она не хочет тут тут на самом деле смерть то есть она когда же к тому суда нет я согласен с того что в австоре а тут больше там тогда ситуация стать интересной реальности потомом и как минимум с вами ранее и нет у меня жизни это вот поступок с Алисовича 9.3 у тебя вот стоять вот по страну и с нашей же и вот она жизнь пространстве там же когда жители это если знаете есть пространство мы живем в сознательном пространстве мы там и на нашла асадула же я им расширяем там не живет почему то живем то не живем этого это не жизнь это не жизнь как может быть жизнь без времени нет времени всегда есть но просто альтернативу в севере мы уменьшим меньше и меньше тратим меньше меньше тратим конечно и здесь и вот в этой схеме не про тратку и не дышать убегания времени убегания от временного характера еще и я умын неправильно это если сроку значит это я не то скажу я хотел сказать что мы решили от переживания, мы решили пространство за счет сокращения времени мы от переживания уходим, мы уходим к мышлению мы уходим к мышлению, восприятию, уходим к этому к действиям, к чему угодно только виртуальную жизнь вся виртуальная жизнь она же в пространстве происходит вот ты например раньше чтобы войска выдвинуть надо было набрать людей, всем сообщить куда-то повезти, реальные какие-то действия произвести сейчас пошел в игру, зашел в пространство нажал пару кнопок, войска собрались и пошли еще раз говорю вот игра компьютерная игра компьютерная это есть не что иное как упаковка времени то есть ты время упаковал и время которое раньше было годы сейчас часы я же не говорю что времени нет время есть, но время мы не можем полностью иллюминировать до нуля, если мы полностью иллюминировали нет, нет, я тебе могу сказать, если бы иллюминировали если бы сильно, даже если бы перестарались с иллюминированием времени игра бы стала неинтересной кому интересно, нет, нет, это важный момент я согласен, но ты это, я все понимаю это ты просто как бы, я же не говорю о том, что вот я находится здесь если оно сюда полностью редуцируется оно исчезнет что лучше? тут ж в каком-то смысле смерть полностью остается только чистое голое сознание а что тут говорить? я же не говорю о том, что время вообще исчезнет мы его упаковываем, мы на самом деле бежим от смерти вот это убегание от смерти на самом деле это не есть убегание от жизни Потому что жизнь, на самом деле, наша жизнь находится в виртуальном пространстве теперь. И вообще, на самом деле, люди, когда стремились к вечности, так вот эта вот вечность, и Бог, что тоже вне времени, Бог-то вне времени. И все вот это вот, вся религия во всех временах народа всегда понималась, как убегание от времени, как борьба с смертью, как вообще все с чаяния человечества. Откуда виртуальность вообще возникла? Это ведь на самом деле, ведь всегда возникает она не потому, что случайно так случилось, а потому что желание такое было у людей, понимаешь, упаковать время и сделать доступным, допустим, кто-то хотел воевать. Пожалуйста, играть тебе, кто-то хотел прожить много жизней. Пожалуйста, вот виртуализация это есть не что иное, как упаковка времени. Дело не в том, что времени нет, время все равно есть, и твоя жизнь, вот твоя жизнь все равно как была 70 лет, так и осталась. Только твои 70 лет и 70 лет какого-нибудь дикаря, понимаешь? Нет, это философские разговоры. Интенсифицировать. Вот здесь 70 лет и событий 5, а здесь 70 лет и событий миллион, понимаешь? Да, 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 но события-то эти. Вопрос-то вот еще. Если это 70 лет, где миллион событий, а не 5, да, и весь этот миллион событий переживается, вот это интенсификация. И к этому действительно люди стремятся. А не вовсе к тому, чтобы переживания элиминировать и привести все к сетке понятия. Но это ты не прав. Ты так думаешь просто. Это опять же, мне кажется, с этого... Понимаешь, у тебя как бы... Ну а какой смысл? В миллионе... Хорошо, подожди, да, да, хорошо, да. И чтобы это объяснить, это просто. Допустим, ты пережил футбольный матч. Да. Один раз. Достаточно тебе один раз его пережить? Ну, нет, наверное, еще надо. То есть сколько его надо пережить, чтобы тебе было достаточно? Да, что-то узнать. Миллион раз. Да я не знаю. Не, ну вопрос, ну вот им состоит вопрос. Ну пережил ты миллион раз футбольный матч, ну ты переживания-то одно и то же, одно и то же. Правильно? Поэтому надо разные, чтобы переживания были. Не миллион раз, а одно. Да? Ну хорошо, разные. А разные? А как сделать разные? Если у тебя, да, если у тебя возможности есть, допустим, древний человек, у тебя есть возможность, ходит хибарка, это рядом стоят такие другие хибарки, да, лес. У тебя три возможности есть, и ты можешь... Ну цель-то моя, ну цель-то моя пережить. Еще раз говорю, и поэтому вопрос состоит в том, чтобы вот этих пускать, цель-то моя пережить. Почему плохо одно? Послушай. Почему плохо одно миллион раз переживать? Потому что на третий, на пятый раз ты уже не переживаешь. Ты уже смотришь этот матч, и ты уже не переживаешь его. Ты просто его смотришь, а он тебя уже не захватывает. Поэтому люди бегут и ищут не футбольный матч, а что-то второе, третье, десятое. Потому что они как раз лишились переживаний. И вообще проблема как бы людей. Они лишились переживания той жизни, которая у них есть, поэтому они ищут другую. Поэтому им нужны интернеты, далекие места, им нужны путешествия. Ну ладно, заканчивай, я понял. Это и называется далекие путешествия, это разнообразие, это и есть пространство. У нас нет разнообразия во времени, переживания везде одно и то же. Имеет структуру переживания, проживания одного и того же. Вот, вот есть движение, переживания. Тут может быть в объектах миллиард, а переживания одно и то же. И поэтому мы можем заместить миллион одного и одного, с одним и тем же объектом связанных, только тем, что в пространстве и будет миллион. Это и есть виртуализация. Переживания всегда одно, одно, ну там десять, я не знаю сколько их там штук. И мы можем их сделать только там, если мы эти переживания растянем в пространстве. Естественно, каждый раз оно будет переживанием. Но каждый раз по поводу разных объектов. А где эти объекты взять? Они в пространстве. А пространство у нас тоже ограничено. И мы виртуальное пространство построили. В этом речь идет. Речь идет упаковка времени в пространство. То есть мы переносим в рядов. Это упаковка, не понимаем. Упаковка состоит в том, на самом деле, что мы бы, если бы пытались оббежать все эти пространственные вещи пространственными же образом, мы бы времени точно так же потратили много. А мы виртуализируем пространство. Пространство виртуальное. Упаковываем его. Упаковываем и... То есть, иначе говоря, мы сокращаем время. Ну, сейчас мы на самом деле буквально в смысле время сокращаем. В том смысле, что, допустим, пространство мы едем куда-нибудь там в Стамбул. Чтобы раньше-то тут доехать, надо не знать, что надо было сделать. Сейчас час, и ты уже там, ну не час, два часа. Мы тут на самом деле не сокращаем, мы экономим. Время-то как раз мы... У нас больше времени становится. Мы его сокращаем-то, я не понимаю. Шучит, сокращаем. Еще раз говорю. Затраты времени сокращаем. Нет, я не понял. Ну, как вот, ну вот. Вот объект. Допустим, что мы находимся здесь. Мы. В древнее время на лошадях. В лошадях едем, условно, 30 дней. Я понял, 30 дней. А теперь, допустим, 3 часа. Да, и вот смотри. Еще подожди, подожди. Так вот, суть вопроса состоит, что вот это вот все, это и есть сокращение времени. Пространство одно и то же. Пространство тут не причем. А я тебе объясню, что происходит. Мы сократили время. На самом деле происходит что? Проблема в чем была. Вот этот человек на лошади 30 дней едет до объекта переживания, где он будет переживать что-то. А вот эти 30 дней в пути, ну, как бы, предполагаем, что путь этот, он такой неинтересный. Почему его стали сокращивать? Потому что там переживаний нет. Потому что ничего не происходит в этом пути. Вот он только когда приедет, что-то будет переживать. Получалось, что 30 дней ничего не переживает, а потом только переживает. Переживает, наверное, что? Ну, просто каждый раз, когда он едет, каждый раз это... Ну, дорога одинаковая. Везде одинаковая дорога. Ну, он-то переживает, может, сколько угодно по дороге. Но она везде одинаковая. Ну, мы на самом деле не сокращаем время, а мы сокращаем время без переживаний. Мы как бы стараемся уменьшить время, которое нам ничего не приносит. В смысле переживания, проживания и так далее. И гораздо больше, чтобы стало времени, когда мы что-то проживаем и переживаем. Вот мы только что были на футбольном матче, вот мы уже в другом месте что-то переживаем, вот мы в третьем. Вот это и есть интенсификация жизни. Люди стремятся как можно больше переживать. Еще раз говорю, это позиция твоя установочная, это совсем не обязательно. Ну, это так просто будет. Еще вот в реальной жизни. Они стремятся от одного к другому. Еще раз говорю, это частично так, но частично это не так. Частично это так, а частично нет. Зачем бы иначе им нужно было сокращать это время? Да просто не сводится все к переживанию. Я же объяснил уже, что другая сторона, у тебя все свелось к переживанию. Другая сторона, на самом деле, а именно сознание, она тоже важна. Ты только переживание и переживание. Способ понимания через переживание это одно, а знание? Понимаешь, знание, ты постоянно забываешь. Ну, переживает футбол, допустим, один футбол, другой футбол, третий футбол, окей, много других разных игр. А знание-то где? Тут же нет знания. Ты все свел к одному полюсу. А я же говорю про два полюса. Вот я там вот между ними находится. Кто-то сюда стремится больше, кто-то сюда. Это как я утверждаю, на самом деле, что переживаний, конечно, много достало. Но это не сама цель. Сама цель и знание, наверное, тоже не сама цель. Но все равно мы стремимся больше сюда, потому что здесь бессмертие. Знание бессмертие. А здесь смерть, реальная смерть. Переживаешь, переживаешь, прогнаждый раз и труп. Вот и все. Да, еще глупее, когда узнаешь, узнаешь, узнаешь. Это вдруг раз труп. А ты вообще не думал, что такое возможно. Ты уже оттуда ушел. Вот, а тут хопа так настигла. Как эта автокатастрофа твоя любимая? Это же та ситуация, понимаешь? Ты ушел как бы в этот виртуальный мир. Эта ситуация только на этой стороне, как я там, абсолют. Ну да, абсолют, вечная жизнь. Да, тут автокатастрофа и где эта вечная жизнь. Где абсолютно? Там все ценности какие-то существуют, да, там, знания, там, Бог. Ну все, вот вся полнота, как бы, того, что мы связываем, как бы, с вечностью здесь. А вот здесь, вот здесь, кроме времени, кроме условия, да, удовольствия, вот здесь удовольствия здесь. Вот здесь, как бы, там, это там. Ну ты кривишь душой сейчас. Я не кривишь, потому что, допустим, Бог. Вот и понятно, что для настоящего, любезного человека важно не знание о Боге, о переживании своего бытия вместе с Богом и рядом с Богом. Ну, переживание, значит, это еще, говорю, это еще, говорит, еще, мне не нужны эти люди, которые, ты, это еще раз объяснил. Ну, ну, это, еще раз говорю, это, конечно, это, конечно же, это, конечно же, это, конечно же, так. Это, конечно же, так. Только Бог, вот согласно тому же религию, Любовь, он вне времени. И человек, когда переживает Бога, то он просто Бога редуцирует вообще вот ничто. Вот Бог абсолютно. Ну, потому что он вредуцирует его во времени, в поток во времени, он просто в ничто его редуцирует. Он его просто расчленяет этим временем на бесконечное количество моментов. А Бог, он единил, он нищто прям сразу дано, понимаешь? Он абсолютно, он в пространстве, он вне пространстве, он вне времени. Ну, он также и вне пространства. Вне пространства, да. Ничего, чтобы я его написал. Потому что другого способа, как бы, вне времени, туда нельзя, да? Нет, другого способа вне времени, как в этом... А другого способа, как вне пространства, туда написать, потому что другого способа, как вне пространства, нет. Да, есть такой момент. Надо подумать. Здесь вне пространства. То есть надо и то, и другое думать, что ли? Ну. да смешно получилось да вот этот момент что-то упущен симметрия есть получается то есть один момент уже чтобы вне времени до другого мишу вне пространства здорово я кстати об этом не думал это же тоже люди хотят ну даже когда люди хотят быть вечность свою там телесность и так далее пространственную ограниченность боли нам на самом деле тогда тогда еще круче получается заключается симметрично то есть на самом деле как я думал что в одну сторону а на самом деле обе стороны важны то есть здесь как бы вне пространство и смертность а здесь вне времени и вещи данную и то и другое важно не даром тот же хайдеггер с пространством то борется для картовской вообще как бы просто хотя здесь непонятно смертность если не пространство ну тут надо думать вообще вот это симметрия красивыми ну а чё ты на меня ругался послушать сложно так ты только что придумал ну такая весь мой фабросто состоял в том что мне схема не нравится пространство не нравится в этом стоял надо было увидеть что кому то не нравится пространство значит люди могут смотреться вне пространства получается что я более интересная вещь она как-то действительно это как бы стоит между двумя между пространственным временем или на самом деле она движется и туда и сюда здесь важно потому что здесь знание здесь важно потому что все-таки жизнь и бытие здесь все-таки на сайте прав бытие проживание же бытие же здесь все-таки вот так если смертность зато жизнь ну так я бываю они там вдвою а здесь а здесь знание и вечность и вещи зато здесь как-то пахнет но вечность давно так холод здесь теплота бытие близость какая-то да ну да а здесь холод дали дали да там как бы захваченность тут равнодушие захваченность а здесь она как-то мы же правильно там а помнишь апологическое начало а здесь денисийское дионисийское здесь апологическое и вот я вот так вот распятая между двумя колоннами так что я понял и тогда получается что понимание действительно хитрое понимание есть часть понимания которые с прославцем связано ну как раз это схема понимаясь понимание сейчас я вас понимание нарисовал как бы тоже по середине между ними так же такими стрелочками да тогда как бы и станет интересно что лишь одни которые понимают смысле знания не горит ну вы ничего не понимаете которое переживаете другие которые переживают да вы ничего не понимаете в этом в этих схемах то погрязли в пространстве а вот мы переживаем о понимании а на самом деле как как может быть два понимания дать что это значит здесь как бы искусство пластические да да простить архитектура всякая здесь скульптура живопись там музыка вот из как раз вот так опять же да ну может быть может быть